Игорь, привет! Привет! Как дела? Нормально. Шарат знакомству. Сидел сейчас, смотрел твой инстаграм. Слушай, любопытно, я никогда особо не вникал. Были вокруг меня татуированные люди в разном стиле, знаешь, как бы сказать. Тюремные портки, там детские глупости. Я даже помню, когда дед еще жив был, знаешь, такая какая-то бредовая татуировка, то ли русалка, то ли хер поймите. Ну, то есть, как бы татуировка не то, чтобы, знаешь, у меня не было никогда связано... Ну, то есть, как бы не было никогда, знаешь, такой стигматизации, связанной с тату. Потому что, ну, когда ты живешь, как бы, в разные, ну, во-первых, в разные времена, потом разные какие-то... Есть какое-то отношение. И знаешь, когда еще по миру путешествуешь, когда бабуська идет, ей там уже, не знаю, под 80, все, она такая забитая, знаешь, и ты такой думаешь, офигеть. Да-да-да. Но вот это вот... И я, знаешь, так между делом, просто, как бы сейчас тоже сидел, заглянул, знаешь, в Википедию, историю тату. Куда-то вообще очень далеко уходит, с точки зрения, там, какой-то там палеолит, там находили мумии. Если копать, да, там вообще можно. Можно даже древних цивилизаций и так далее. Да, но вот интересно, вот у этого, что, ну, наверное, в какой-то момент было какой-то там племенной, там, сакральный, там, воинствующий смысл нанесения на себя каких-то изображений. Ну, были кто-то, какие-то знаки отличия, не знаю, там, еще что-то. Вот. Но сейчас вот каково твое ощущение, что такое татуировка именно сейчас, вот, для людей? Потому что иногда ты смотришь, я вижу людей, у которых там какая-то, знаешь, там, руны на себе набиты, там, какие-то гальдеры, там, какие-то... Ну, то есть, ребята, вы вообще что делаете? Ну, вот с рунами, на самом деле, это очень опасная история. Да, и сейчас пробка... Ну, вот, в принципе, я там занимаюсь такой, знаешь, я не скажу, что это прямо околоокультная какая-то история, но она такая. Немножко с надкошиманизма и эзотерики. По поводу рун, это, конечно, очень опасная история, потому что руны, они имеют свойство работать какое-то время, и если ты наносишь их на тело именно как в качестве татуировки, то они могут дать тебе перебор своей энергии, и начнут, знаешь, как передоз, может быть, у тебя от этого. То есть, а остановить их невозможно, то есть, их только вырвать оттуда только, так и так. А так с ними работать, конечно, либо рисовать просто на себе ручкой, либо просто какие-то камешки носить с изображением. Так, подожди, тогда давай мы с тобой вообще начнем даже, пожалуй, раньше, чем мы про тату. То есть, вот этот вот эзотерический компонент. Давай так, смотри, значит, нельзя отрицать, в нашем мире нельзя отрицать ничто. Ну, то есть, как бы, если кто-то говорит, что этого нет, ну, как бы, ребята, давайте на это смотреть как. То есть, если вы это не видели, вы с этим не сталкивались, значит, что это не существует. Я скептик и пессимист, ну, и прям, ну, до такой степени, что мне даже самому бывает надо стрёмно, но я себя умею включать в режим, ну, как бы, окей, но если кто-то об этом говорит, если кому-то это помогает, то, возможно, есть какая-то, ну, необъяснимая история. То есть, ученые же тоже, как они говорят, типа, мы вам можем объяснить все, только дайте нам право на одно чудо. И это большое чудо, да? То есть, объяснить не можем, как бы, черный бокс, а все остальное мы, типа, объясним вам. Так вот, вот твое личное отношение вот к этой, как бы, такой шаманизму, эзотеризму и любой какой-то, получается, символике, либо, как это назвать, то есть, какому-то, каким-то символизмом, который используется как какой-то enhancement, чтобы ты что-то получил. Вот откуда началось? То есть, откуда вот твое увлечение именно символами, не самому способу нанесения этих символов, а именно... Знаешь, я, наверное, как-то сам пришел к этому. Я очень люблю смотреть на то, что... Люблю смотреть на прошлое и на точки, которые сподвигли меня на те или иные какие-то вещи и выстраивать свою вообще линию жизни, там, от момента детства, какие там события со мной происходили, до сейчас уже в более взрослом таком формате, что со мной происходит и что меня к этому наводит, и как выстраивается моя сейчас линия жизни, и что со мной будет дальше, я пока не знаю, но то, что происходит в моменте, я просто в шоке. Мне очень нравится... Хороший был или плохой смысл? Нет, нет. Прям, знаешь, как... Руки чешутся, что там еще. Типа мне очень-очень интересно жить. Это, конечно, вау. И по поводу... Я, короче, знаешь, что тебе скажу? Я очень люблю отходить от темы. С удовольствием. Вот так вот, короче, меня мотает порой. Это, не знаю, может быть, мастит. Как она идет? Вообще абсолютно свободно. Никакой конструктивности. Хотя в своих татуировках я обожаю, как она дотошная, чтобы все четенько у меня было, чтобы композиция была вымерена, чтобы композиция на теле это была просто, чтобы идеально села она, потому что для меня в татуировке это важно. Это как она смотрится. То есть не что-то изображено, а как она смотрится. То есть у меня, я знаешь, как делюсь на две части. Ну, наверное, в этом есть мой баланс. Есть, скажем, духовная эзотерическая часть, которая наполнение, смыслы, философия и бла-бла-бла. Там энергетика и так далее. И с другой стороны, может, у меня в шапке профиля я видел то, что я называю себя... Я просто сону тату-стилист. То есть я позиционирую себя как тату-стилист. То есть что это такое? Для меня как раз-таки важно, как татуировка смотрится, как она смотрится в жизни, не на фотографии, не то, что прилепили, то, что я хочу. Для меня важно, как человек будет с ней жить, проживать. И благодаря этому качеству получаю фидбэк от своих клиентов, как они собираются, просто положительные отзывы, и отзывы не заканчиваются. Это просто чудо какое-то. То есть целостность образа, а не просто отдельный какой-то клякс на твою кожу. Да. Ну, это я очень часто люблю говорить на теме того, не важно, как будет сделана татуировка, главное, где. То есть на самом деле можно прям супер вылизанную татуировку сделать, но чуть-чуть не туда ее расположить, и это будет полный провал. И, например, также спейграф с местом, там просто на портах сделать, но он будет в сто раз лучше выглядеть, чем та вылизанная татуировка. То есть, знаешь, как зум-аут, вот мы на него смотрим, о, да, круто, а в целом, а в целом, задница. Ну, или где-то рядом. Слушай, но вот этот вот момент, то есть, понятно, что ты как бы эстет. У тебя какое-то изобразительное искусство, да, есть? Ну, то есть, какое-то образование, связанное с изобразительным искусством? Нет. То есть, ты просто как бы любишь, ну, подожди, а как можно вообще красиво нарисовать? То есть, ты просто умеешь хорошо, неплохо рисовать? Либо это вообще не требуется? То есть, через трафаретик на него, швейной машинкой прошелся? Так получилось, что, да, нет образования. Я в общем, ну, мои родные, в частности, бабушка очень хотела отдать меня в художественную школу либо в музыкальную школу, потому что она чувствовала и видела там мои таланты с детства. Но отец, он сказал, что я буду хоккеистом. Поэтому я там до седьмого класса упорно играл в хоккей. Вот, ну, и когда отец у меня ушел из этого мира, меня там, конечно, разорвало. Я ушел в брейкданс, начал рисовать граффити, начал кататься на скейте, у меня появились три рок-группы и начал писать стихи. Короче, произошел тез, знаешь, как все это распускается. То есть, подожди, то есть, получается, движение в сторону хоккея, это было, ну, по факту, некое насилие к твоему, как бы, жизненному пути. И как только тот человек, который, по факту, пушил тебя в это направление, покинул этот мир, тебя развернуло совершенно, ну, как бы, ну, я не знаю, конечно, я не в курсе всех, но мне кажется, хоккеисты, где-то скейтеры, там, не знаю, рок-концерты, хотя, наверное, хоккеисты любят рок. Ну, то есть, я имею в виду, что это не совсем параллельно, это, скорее всего, были такие, как бы, разнонаправленные, да? Очень, да, знаешь, как будто бы пружину закручивали, закручивали, вдавливали, а потом, ну, ну, зато, ну, все равно, наверное, это сколько-то тебе пользы, ну, то есть, допустим, окей, до 7 лет. О, я сейчас тебе скажу, извини, пожалуйста, польза очень крутая, у меня нет навыков, нет образования в этом плане, у меня нет границ, нет рамок, и я такой свободный в этом плане, потому что, например, моя жена, она рисует, там, с 5 лет, и ей очень сложно пробить какие-то границы, то, чему ее научили, и она вот мне часто говорит, что, блин, я как, конечно, с виду тебе то, что так вот можно делать все. А если у вас тандем, она тебе помогает, она рисует, ты набиваешь. Да, ну, нет, ну, в самом начале моего опыта, я, конечно, под ее палкой, там сидел, она такая, учился рисовать цветы, эти долго, но... А то есть все равно обучение, процесс обучения, пусть и не в стенах какого-то там академического консервативного заведения было? да, то есть я в рамках именно своего направления начал тренировать те определенные навыки, ну, и все равно с опытом ты вымеряешь, вымеряешь свою линию, чтобы она была более красивая, какие детали добавляешь, какие элементы добавляешь, смотришь, в какую сторону тебя несет, там, допустим, вот, я не знаю, когда мы там дойдем до электрические части, но постепенно это все накапливается и у тебя формируется, скажем так, твоя собственная азбука твоих элементов, твоих символов, твой почерк, который... Моих собственных либо все равно заимствованных из какой-то вот этого... Есть, есть у меня и собственные, есть собранные в определенный один элемент разные элементы, но поданные, скажем так, через, через меня, через то, что я пропустил, своей стилистике, но что-то заимствованное? Переработанное. А, ага. То есть, как через мясорубку и пересобранное, скажем так. Слушай, а вот это, это элемент продажи, то есть, ну смотри, допустим, как бы, знаешь, вот такое ощущение, любопытное, что очень много людей, ну, наверное, это было всегда, то есть, какое-то значение, некое наполнение смыслами, но раньше, я не знаю, мы с тобой разных поколений, но тем не менее, я раньше редко слышал, как бы, от людей, как бы, о каких-то, знаешь, разговорах о каком-то глубинном смысле, ну, как бы, ну, то есть, чтобы их, как бы, на фронт пейдж выходило, не смотри, какую-то туху я набил, прикольно, а как бы, смотри там, и там какой-то зашит, очень глубокий такой смысл, там какая-то там, матерь, и, в общем, я когда слышу эту историю, особенно, когда это, извини, немножко за сексизм, но когда какая-нибудь кисточка, знаешь, начинает мне какую-то там про высокую материю, про татуировку, там, у нее там на лобке, либо там на жопе говорить, там, я такой, так, так, ладно, я тебя послушаю, как бы, ну, просто такая, как бы, из любви, как бы, к тому, что сейчас произойдет, вот, но, но вот это вот, насколько важный, вот этот компонент вообще сейчас, когда люди почему-то вдруг видят во всем такую глубину, хотя по факту, ну, то есть, в принципе, если, представь себе, вот ты сейчас выключи, представь себе, вот у тебя есть внутренний какой-то эзотерический компонент, где ты, как бы, веришь вот в то, что ты веришь, просто берем, как на приемнике, выключили, остается просто рисунок, просто красивый, геометрически верный, эстетический рисунок, и вот, как будто бы, вот, если ты не добавляешь вот этого эзотерического компонента и смотришь на какую-то, там, не знаю, диаграмму, гайдер, там, не знаю, став или еще там что-то там изображаешь, и он как будто, раз, и как будто бы он становится для тех людей, которые вот сейчас потребители этого продукта менее интересным, то есть, нужно чуть-чуть туда капельку вот этого магического мышления добавить, вот, идеально, теперь идеально продается. Мне очень нравится, как ты делаешь, как ты делаешь, когда у меня собака ломится. Я думаю, что в какой-то степени да, ты прав. Тут видишь, в принципе, вообще, я еще начал сравнивать наизорную индустрию, можно сравнивать и с арт-индустрией, то есть, например, как у художников, то есть, если выбрасываю вот эту вот историю с Экзитарикой, то есть, где там, допустим, учился художник, на каких выставках принимал участие, у кого в коллекции он находится и так далее. То есть, здесь можно работать с прайсом. Например, я там, знаешь, отучился, грубо говоря, сам отучился, а потом поработал, начал работать в одной из самых топовых студий России, потом там за 4 года я объездил в 18 стран и в каждой работал именно со своим стилем, со своими орнаментами, то есть, а это имеет смысл, имеет значение, то есть, людям нравится, то есть, я не думаю, что люди просто будут что-то покупать, значит, красиво. Потом я начал работать со звездами, стал забивать селебрити, это опять поднимает планку, то есть, и это пока бездуховное. Селебрити какие? Селебрити-селебрити или Инстаграм-селебрити? Ну что, у нас сейчас все, у меня даже на подкасте чувак, если бы разговариваешь, он говорит, Марк, прикинь, я так-то селеба, я аж, блядь, чуть не подавился, я говорю, слушай, а Ди Каприо тогда кто? То есть, какой-то там чувачок какой-то подкаст записывает у него, ну там, ну да, по сравнению со мной все, блядь, селебрити, блядь, весь мир селебрити по сравнению со мной, но как бы вопрос вот этого, есть селебрити, ну, это слово, и оно как бы реально что-то должно весить, Ди Каприо, не знаю там, Джонни Депп, Мадонна, не знаю там, Стинг, в общем, Юнэми, да, когда это произносящееся, его знают хотя бы в нескольких странах, если ты селебрити, ты селебрити только в Москве среди вот этих вот любителей боленсяги из Москва-Сити, и у тебя там, да, какую-то хуевую тучу подписчиков, таких мы отбрасываем, не, да, то есть это реал селебрити такие, да, хотя бы в масштабе России, чтобы их знали, хорошо, давай мы назовем туда, не, в масштабе России, да, может быть селебрити, если в тему воспринимания это так, то я бы тогда, наверное, срезал значимые фигуры, бизнесмены, владельцы там, заводов, жены их и так далее, то есть это люди обеспечены, в принципе, нормально обеспечены, хорошо живущие люди, которые могут себе позволить выбирать и могут выбрать либо тебя, либо кого угодно в этом свете, потому что у них есть деньги и они выбирают тебя почему-то, а не просто случайно они в тебя врезались, ну да, там уже, соответственно, это первое, считывают информацию через глаза, нравится, пролистали ленту, типа, о, там, вот эту знаю, вот эту знаю, вот эту знаю, погоди, слушай, я буду сейчас, можно, буду гадким, ну то есть, ну я, ну ты, давай так, я скажу тебе дисклеймер, я просто мудак, я, но я никого никогда не хочу обидеть, то есть это просто вот мои мысли, просто мои мысли, так вот представь себе, допустим, если бы я был вот директор заводов, пароходов, ну такой, знаешь, как правило, наверное, это не вот это вот, сейчас вот это вот, как бы интерпренерская блевочина, знаешь, вот эти вот там какие-то пацанчики, а я такой, знаешь, очень сомневающийся мужик, сам я такой, знаешь, такой тоже тяжелый, мускулинный, я говорю так, что-то жена у меня захотела татуху сделать, ну блядь, вряд ли я отправлю ее к такому, знаешь, мускулинному самцу, который будет жопу ее мацать и еще и выебит ее, а ты, ну при всей твоей, как бы внутренней, может быть, там стамине и все остальное, ты представляешь себе такого менее опасного для меня человека, и соответственно, это может быть, как бы твоим сейлспоинт, ну потому что, если бы сидел, у меня был на подкасте, как, блин, как-то пантера, чувак какой-то такой, весь тоже забитый, но он такой мускулинный, вот я бы хуйню свою телку бы отправил, он бы, мне кажется, ее выебал, ну точно стопудово, ну я не знаю, ну даже если бы не выебал, ну хотя бы попомацал бы, точно бы. А он прямо так и пишет в себя, знаешь, типа, да, давай. Не, но я не в это имею в виду, потому что, как бы, вот когда мужчина свою женщину, которая почему-то хочет, то есть я не препятствую тебе твоим желаниям, но кто с тобой это будет делать, для меня имеет значение. И это тоже может быть, плюс женщины, наверное, которые все равно, это какая-то, я так полагаю, что взаимоотношения тату-мастера с клиентом, это в основном какая-то некая степень интимности. Очень. Я тебе скажу так, что татуировка вообще, ну, смотря на самом деле, все же зависит от отношения. И окружки меняются, это несколько напитков. У меня дофига. Мне, что я так-то не забываю, у меня как бы час, сука, без 22 ночи. Я должен заряжаться. А ты откуда? Я в Нью-Йорке. О, прикольно. Обожаю Нью-Йорк. Класс. Как там у вас сейчас? Да как? Как обычно. Ничего особенного. Понятно. Ну, ладно. Отношения... Старе, блин, слетела смысле. Интимность вот этого процесса. Интимность сто пудово все зависит на самом деле от отношения. Там, допустим, даже если вернуться на твой вопрос ранее, про почему сейчас очень много людей просмыслов, потому что тебя стали окружать такие люди. Возможно, ты сам стал в какой-то степени таким. Раньше такого не было. Раньше смотрели все, знаешь, типа, чтобы понтануться и так далее. Как ты правильно выразился? Про интимность процесса. Обязательно. Не знаю. Я честно отношусь к этому так, что человек доверять тебе вообще самое ценное, что у него есть в жизни, это свое тело. И вот этот нотировщик, очень большая ответственность перед ним. То, как будет выполнена нотировка, то, как он будет себя с ней чувствовать, то, как он с ней будет ходить. И вся остальная жизнь, потому что татуировка делает и на всю жизнь. То есть это, ну, и поэтому это действительно очень интимно. И прикосновение к коже. В любом случае, ты как мастер, ты приходишь в студию, ты отключаешь себе, там, мужика. Теперь ты татуировщик, ты татуартист и человек, который работает с телом. Как это получается? Вот я вот смотрю, у меня вот к реальному, то есть это тоже, конечно, уровень профессионализма. Мы это в сторону подвигаем. То, что ты должен быть профессионалом, это как бы must have. Но неважно, ты тату-мастер, ты фотограф. И я вижу, когда мужики, ну, вроде бы мужик, и там такие супер-секси фото, и там телочки выстраиваются в очередь, и там просто какой-то такой, знаешь, просто ню, сплошной. Как? Вот выключить себе мужика? А где этот тумблер находится? Как бы, как тумблер, отключающий яйца? Чпом! И все, я профи. Вот как ты себя обрабатывал? Смотри, наверное, я так полагаю, что это вопрос в тему секса, да? Нет, ты просто там сказал, я выключаю мужика. Я говорю, где этот тумблер? Я, может, мне нужно научиться его выключать. Смотри, смотря, чем ты занимаешься. Вот, например, ты начал, ну, стал фотографом, да? Что за счет этой фотографии ты хочешь сделать? Ты хочешь заниматься сексом с моделями, или ты хочешь давать миру что-то новое? Если ты хочешь давать миру что-то новое, ты можешь, например, смотри, есть там различные практики, ну, грубо говоря, сдерживанию, сдерживанию, как это называется? Либидо? Типа там вся вот эта история, да? То есть ты, качаешь себя в этой истории, но при этом ты держишь это себя, и через снимки, допустим, ты выдаешь как раз-таки свое состояние, то есть снимок у тебя получается не то, что людям нравится, а то, что это тебе нравится, и ты выдаешь типа свое искусство вот так вот. То есть это через как бы сублимированное какое-то воздержание, которое воплотилось в каком-то образе. В какой-то степени, с моей точки зрения, я такими вещами не занимаюсь, я просто тащусь от того, что я делаю, я кайфую, и я люблю момент, когда сеанс уже закончился, когда человек видит свою работу, видит себя в зеркало в полный рост, такой, вау, я новый, типа, это круто, и вот этот момент самый ценный, я такой, вау, вот было. Слушай, а кого больше все-таки, мужчин или женщин? У меня, конечно, девчонок больше, я, в принципе, какое-то время вообще позиционировал себя как петербург для девушек, и у меня была основная цель, не знаю, у меня просто формирование в голове все такое было, там, допустим, даже еще с рок-музыки, я там писал тексты про девушек, про любовь к ним, про уважение к ним, и так далее. Реджи, ты это писал почему? Потому что как бы был немножечко пиздестрадальцем, либо как бы не давали? Нет, у меня с этим проблем не было, я, скажем так, сам не давал. Все понял. То есть это был твой хук песни про девушек, которые как бы наоборот как магнит притягивали этих девушек. И вообще никакой взаимосвязи не было. Вот так вот согласись. взаимосвязи не было. Не было. У меня не было там цели завлечь кого-то. То есть у меня почему-то не было такого интереса, что я хочу завладеть всем девушек. Проблем, значит, не было. Вот мне никто не давал в юности. У меня проблема была. Я всяческими способами пытался это сделать. Пока денег не появилось, знаешь, как бы все только изобретательность в ход ходила. Потом все стало проще. Не знаю. Это вообще в целом по отношению не к девушке как плод вожделения, а к женщине как в целом. То есть это как, грубо говоря, мать-земля. и женщина она воплоте богиня для меня. И мне хотелось вот эту божественность воспевать, отблагодарить через это. И в татуировке для меня на первых этапах для меня очень важно было подчеркнуть именно женскую красоту, добавить ту вот самую изюминку, чтобы девушка чувствовала себя немножко парящей. то, что там, допустим, я делаю себя на сеансе, какой элемент я ей ставлю, какую картинку я рисую, как я это делаю, чтобы она, знаешь, воспрямо, она почувствовала нововведенную энергию. И то есть у меня вот такая работа. Ну, стволка, татуировка и еще какой-то сеанс такого оплифтинга эзотерического там какие-нибудь я представляю себе какая-нибудь музыка, какие-нибудь там, не знаю, романтические свечи, приглушенный свет, там кто-нибудь на заднем фоне вот эту херню, знаешь, такая медная жба, ну, какие-нибудь там Я, кстати, проводил такие сеансы. Да? Я делал такие сеансы без музыканта, конечно, просто, ну, я экспериментировал там как раз у меня был момент перехода, то, что года три назад я чувствовал внутри то, что я прям супер меняюсь и куда это меня несет, и экспериментировал с музыкой очень сильно и включал эти медитации с чашами, но там у меня, конечно, клиенты улетают, далее я понимал, что так, все, я, короче, куда-то сам тоже нечего. Слушай, а ты никогда не пробовал? Я, подожди, сейчас очень важный момент, то есть, сейчас ты либо подтвердишь, либо опровергнешь, то есть, мне кажется, то есть, у меня бывает так, что либо это конфабуляция, либо я это выдумывал только что, и мне кажется, что это было, но у меня был разговор с одной девушкой, значит, она, ну, то, что был разговор такой, знаешь, как бы разговор после секса, и, значит, я смотрю на ее теле, ну, какая-то такая, какая-то херня вообще, ну, то есть, явно, вот ты сейчас говоришь, я даже смотрю на тебя, у твоих изображений есть четкие геометрические формы, какой-то распонятный взгляду, какой-то там набор из каких-то, как бы, символов, которые как-то соберединили в какую-то композицию, а у нее какая-то там мазня, вот прям, л-л-л-л. И я такой думаю, что за херня такая? А он говорит, ты знаешь, у меня, говорит, был какой-то мастер, короче, он типа входил в транс, и знаешь, как автописьмо, он как бы в этом состоянии, я не знаю, что он там принимал, ну, в общем, либо грибы там, либо там, не знаю, что-то там, в общем, я не знаю, какой-то психотерик, и он, короче, в этом состоянии, типа автописьмом, какой-то месседж ей там, как бы, в кошмаре, и вот сейчас я не помню, то есть, по-моему, это было, то есть, вот это, это насколько вообще, вот ты, когда становишься, когда предлагаешь, какое-то изображение, оно родилось как? Как что-то, что должно понравиться, либо как что-то, имеющее само по себе смысл, то есть, вот эту штуку, если ты сделаешь, то ты там воспаришь, то вот если ты эту штуку сделаешь, то ты, ну, как бы, либо это pure эстетика, а дальше ты уже объясняешь смысл этой эстетики, то есть, люди как выбирают вообще, они пришли, как бы, я видел, как это обычно, я сам пару раз ходил в тату-салон, даже не пару, наверное, больше чуть-чуть, вот, но и там, как бы, есть какой-то такой альбом, ты смотришь, что ты хочешь, вот у тебя как это, у тебя это все-таки какой-то диалог, и в этом диалоге рождается какое-то предложение какое-то, либо же есть какой-то набор из чего-то, ну, понятно, портфолио, я не про портфолио, а именно, как бы, возможность, как бы, выбрать, что, эстетику, либо смыслы? Тут одно, другого недалеко. Не, ну, ну, там написано как, можно смотреть чисто на эстетику, либо мы смотрим, исключая эстетику, сразу в смысл. Знаешь, как карта, винная карта, либо карта, не знаю, там, еды. То есть, получается, что ты смотришь, либо, ну, как бы, и то, и другое, какой-то продукты этого ресторана, да, но ты либо на это смотришь, либо на это? Я думаю, что всегда сперва человек считывает именно визуал. То есть, да, эстетику, потому что, например, люди, которые ко мне приходят, там, от кого-то, они такие, я видел твою работу, там, кого-то у своей подруги, мне нравится, я хочу, потом она мне рассказала про нее, и вообще, вот все, я уже здесь сделаю. То есть, так вот. Вообще, на тему того, даже вот, листая каталог, как ты сказал, есть прикольный момент, я рассуждал на эту тему, почему вообще люди делают те или иные татуировки, те или иные образы хотят на себя. И я, знаешь, сравнивал это с таким, как интуитивное питание, это такая, знаешь, внутренняя потребность организма, только с татуировкой здесь не то, что никаких витаминов не хватает, а, наверное, больше про качество и про состояние. Ну, например, ты в каталоге увидел волка, ну, нравится тебе волк, ну, почему ты его хочешь сделать? Ну, когда ты его делаешь, твое состояние выравнивается, ты чувствуешь себя намного круче и лучше. Это если ты честно подходишь к этому моменту, мне кажется. Знаешь, вот что мне нравится, а не то, что, ой, я там у Тимати видел татуировку, знаешь, вот это вот. Ну, или там, ладно, у Тимати уснул, ну, в общем, выбери кого, you name it, да, как называется. Я понял, да. Когда ты сам это делаешь, или когда ты заимствуешь вот это вот? Здесь еще другой вопрос. Если ты заимствуешь, то, значит, тебе нравится человек, образ нравится, нравится, может быть, его энергия, может быть, ты хочешь быть на него похожим. и даже вот таким моментом ты якоришь себе какое-то состояние его и такой, ну, все, я теперь часть там игры игры Тимати или там... Погоди, но они не знают его. Они знают его, вот как бы, ну, по картинке. То есть, допустим, кто-то сейчас, о, я хочу такую же, как у Моргеншен. То есть, Моргеншен спиздил у Такеша 69, да? Не знаю. Ну, допустим, похоже там, какая-то такая же... я... Ну, какой-то американский... Я не знаю, это редкультура, но, в общем, такой же какой-то отморозок. Вот, и потом кто-то, но ты уверен, что ты знаешь, то есть, если ты смотришь, допустим, ты живешь рядом с каким-нибудь департмент-стор, там какой-то манекен условно висит, и он постоянно в разных одеждах. То есть, вот относись к этому, как к Инстаграм, как к этому витрине в этом магазине. Кто-то постоянно работает, чтобы этот манекен двигать, новые вещи на него надевать, и ты смотришь, и в какой-то момент ты говоришь, я люблю этот манекен, я хочу походить на этот манекен. Ты смотришь, бам, ты уже одет так, как этот манекен, у тебя такая же керня в руках. Потом... Нас отрезал. Кто-то ночью, знаешь, пробрался, там свастику на лбу нарисовал. О, я хочу это. Ну, то есть, любовь к этому человеку, она... Это не любовь к человеку, это любовь к какому-то образу. Если этот образ инфекционируется для того, чтобы тебя просто максимально хукнуть, то по факту ты просто становишься как бы продуктом. Ну, то есть, тебя... Ну, да. Тебя потребили. Тебя потребили. Это с твоей личной потребностью вообще никак не связано. И тебя вот этого аплифтинга, который ты говоришь, что если я хочу там внутри меня волки воют, и я хочу, чтобы этот волк впечатался там в мою грудь, то это будет вообще другая история. Я пришел вырослый. противопречесный подход. Ты прав. Да, ты прав вот в этой ситуации. Прикольно, здорово. Я никогда не смотрел на самом деле со стороны ну, вот человека, который не понимает, что он может сделать. Но как-то раз я пресек, там, первый год, наверное, татуировал. У меня была клиентка, я ей песни делал, и она привела своего сына, 14 лет парнем было. Он говорит, вот да, я хочу как раз про Тимати, ты сказал, я хочу льва, как у лейбла на Тимати, короче, вот сделать. Я говорю, ты такой лев, какой лев, ты приказываешься. В общем, давай, говорю, мы по классике пойдем, которая никогда не устареет, она всегда будет актуальна, мы сделали ему череп с розой и разошлись. То есть, в татуировке, да, есть определенный классик, который, знаешь, есть модные тенденции, которые, ну, везде есть мода, и есть классика, я как раз таки свою стилистику отношу более классическому. Это про орнаменты, которые, они вне времени, их можно делать всегда, и они будут всегда актуальны. И без цвета, то есть, у тебя такой, как бы, чистый. Да, монохром, монохром, да, потому что, ну, цвета, они все-таки выгорают, бывает, а даже черный, если выгорел, он все равно остается черным. Да, то есть, апсейл, да, то есть, если подвыгорело, то кому ты придешь подзабиваться, чтобы как бы вернуть цвета? То есть, по факту, это продавая, татуировка с гарантией, то есть, когда еще человек тебе вернется, там, через год, через два, и снова заплатит тебе денег. Апсейл, наверное, у меня идет не в этом, я люблю татуировки такие более гранжевые, чтобы они потертые были, татуировки с историей, для меня это, в этом есть шик, знаешь, не то, что ты ее выдачиваешь. Искусственное старение. То есть, как будто бы татуировка сделана 20 лет назад, а тебе самой еще 25. Да-да-да. Вот. Апсейл у меня, наверное, больше стоит после сеанса, я делаю такую мини-презентацию, мини-консультацию того, как можно продолжать, работая с композицией, с телом, чтобы человек не шел такой, о, татуировку сделал, а то, что, о, прикольно, у меня здесь это, мне сказали, что вот здесь, к этой композиции будет прикольно смотреться, добавить здесь что-то по композиции, здесь, 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 и уже перед зеркалом смотришь, уже представляешь, что у тебя может быть. Слушай, ну вот у этого же тоже есть определенная форма, ну, слушай, я тут недавно видел фотографию, очень симпатичная такая сексуальная девушка, она прямо реально забита, но не так вот каким-то орнаментом, а прямо вот ровным слоем, вот у нее, прямо вот как дабл скин, то есть она реально чернокожей стала, блядь, ну, то есть только, и я смотрю, ну, как бы здесь уже вообще ничего с тобой не сделать, то есть там ни мест не осталось, чтобы что-то изменить, срезать это, это надо реально как перчатку снять кожу с тебя, просто в новую тебе, в гандон надеть новой кожаной, и как-то я смотрю, говорю, так, как бы, а ты вообще, насколько ты уверена, вот как бы, что вот это нормально будет, так, давай, мотнем там календарь, лет на 20 спустя, и как бы, это же обратного пути уже не будет, и когда я вижу, что люди, как бы, знаешь, вот, это же, мне кажется, талант, даже не талант, наверное, это благословение, если можно таким немножечко религиозным языком говорить, знать меру, полностью с тобой согласен, но знаешь, ну тебе понравилось, как-то выглядит, или нет? Нет, она только, нет, подожди, но она мне понравилась бы в любом виде, это, конечно, как бы, это, знаешь, это как, знаешь, я не знаю, у нас с тобой взрослый какой-то мужской разговор, то есть, как бы, когда, значит, секс, это уже не про, как бы, эякуляцию, а секс, это про какой-то experience, и тут уже, опять же, как бы, с большим, как бы, извинением перед женщинами, но, как бы, по-другому не скажешь, как бы, там, была у тебя там, латино-азиатка, там, чернокожая, там, не знаю, француженка, в общем, какие-то вот эти вот, и ты, как бы, перебираешь, и потом, а была у тебя такая пантера полностью забитая, нет, прикольно, либо была у тебя там вся, которая, как елка, трясет, динь-динь-динь-динь, у нее там пирсинг, где там только нету, как бы, это уже просто, как бы, некая форма experience, знаешь, как бы, потому что, как бы, я просто, как бы, проживаю это, понимаешь, в моменте я вспоминаю это, и я это проживаю, потому что я помню, как она тряслась, и на ней это все, я реально, ну, как бы, у меня, понимаешь, я не бываю трезвый, как бы, в этом состоянии, то есть я всегда под чем-то, и это, как бы, дабл-леер, и я смотрю, пиздец, мне представили, реально елка на мне, скажет, динь-динь-динь-динь, вот, и вот это все, оно, как бы, понятно, что, возможно, это как мейтинг стратеги, понимаешь, вот с точки зрения ее, как бы, она взяла свою сексуальность, уже, как бы, на нее явно голову помачивали, и она сделала, как бы, знаешь, такой аплифт, она себя еще нагрузила, и дальше уже вопрос, что мы на нее смотрим не только потому, что она эстетически красива, а еще, что ей есть какой-то такой компонент, который, ну, как бы, просто, смотрит, охуеть, ну, то есть просто вот это, это как экономика внимания, значит, уже просто... Может быть, это все-таки как, ну, персонаж, потому что, скажем так, в определенном обществе, в целом обществе это выглядит немножко дико и непонятно большинству людей, но, например, ну, я бы не сказал, что это в определенной субкультуре, скажем так, в тоу-сообществе это выглядит, о, круто, арт-объект, типа, посмотри, что люди делают с собой. Можно делать татуировки каждый день по одной маленькой штучке, и за год-то забиться, а можно сразу распланировать полностью все свое тело, как, знаешь, тачки обклеивают, либо вот этот стикбомбинг, да, разные вариации есть. Поэтому, да, мне нравится, конечно, забиваться медленно, но при этом распланированно. Там, у меня нет, конечно, четкого плана, когда я этим буду заниматься, но у меня есть примерно уже формы и изображения, что бы я хотел себе на себе изобразить, и, в принципе, я с ними сживаюсь, то есть, я привыкаю к этому. Как-то так. Но ты чувствуешь вот это вот движение, когда ты воплощаешь свои какие-то идеи, то есть, в момент, наверное, того, когда ты задумал идеи, я хочу, то есть, сейчас даже, ну что, то, что происходит с клиентами, ну, как бы мы с какой-то только долей апроксимации, с их рассказов, а вот ты сам, потому что у тебя у самого много арт-объектов на тебе. Во-первых, как бы, ты очень интересную вещь подметил, что многие люди превратились, я бы даже сказал, не в арт-объект, а в контент. То есть, как бы ты не человек уже, ты такой картун, какой-то, знаешь, актор, такой, знаешь, как бы конкретный контент, и, соответственно, этот контент, инкорпорированный в среду обитания цифровую, он должен быть более привлекательным с точки зрения другого контента. Да. И тут нужен любой такой пуш какой-то для того, чтобы я был более, привлекал внимание. И тут дальше ты пытаешься уместить себя в то, что ты делаешь. Но если твой контент это я там, не знаю, инвестиционный брокер, если ты такой набитый, но тебя не воспримут. Но у тебя есть, наверное, своя аудитория там людей, которые, и, возможно, будет это вот как бы рыбак-рыбака видеть издалека, да? Да, а может быть, ты решил, короче, как раз-таки такой, общество татуированных, оно такое падшее, а я сейчас им буду, короче, экономику-то подавать. И ты такой, знаешь, забился. Ага, это агент спецслужбы. Вот. Ты очень правильно говоришь про грань. Я сам люблю говорить об этом. То есть, всегда есть тонкая грань. Вот до момента ты окей, дальше ты фрик. И вот эту грань никогда нельзя переступать, если ты хочешь оставаться в нормальном обществе. Там, у меня много пирсинга на мне, у меня было больше, но я понимаю, что, если я наполняюсь татуировками, то пирсинга должно быть поменьше. То есть, должен быть баланс. я потому что, если я становлюсь фриком, то я отрезаю сразу много людей, потому что люди начинают, ну, пугаться, начинают задумываться, все ли нормально у него с головой там и так далее. А с головой у меня все в порядке, у меня там свой план по захвату мира. Вот. И в частности, там, как раз таки, и там тоже люди разделяются на фриков. И вот те, кто еще на грани. В фрике, там, мины, да, попадались, там, там, лицо там полосованное как-то вот непонятным татуировками, кто-то на себе уши отрезает. Я не понимаю вообще вот этого. Куда вы, куда вы идете, ребят? Куда вы? Там вам точно хорошо? Ну, видимо, хорошо. Не, ну, ты же сказал же очень правильная вещь. Вот вопрос, как бы, знаешь, адекватности. Ну, то есть, если ты рок-музыкант, либо ты какой-то вот такой вот относишься, как к какой-то субкультуре, то есть, но ты там не просто, как бы, знаешь, я люблю рок, и поэтому я вот такой. А ты сам, как бы, часть этой, не просто любишь и как бы надеваешь на себя некий образ, причем комбинированный всех каких-то таких полюбившихся тебе персонажей. Я просто наблюдал на это, вот, допустим, я бывал, знаешь, в каких-то мероприятиях, где очень разношерстная публика. Знаешь, такие есть очень высоколобые, такие, знаешь, чопорные, достаточно возрастные люди, знаешь, представители такой интеллигенции, причем такой, знаешь, очень, как бы, надменно смотрящий на мир. Абсолютно обоснованно. Не то, чтобы, знаешь, просто такие охуевшие. Вот, и, значит, есть пришлые, знаешь, те, которые, вот как я туда случайно, как-то залетели, там, правдами, неправдами, через, там, через задний ход, там, как-то там, они пробрались, там, не знаю, там, подкупили официантов. И, и, и они тоже заметны. И там были именно какие-то селебрити. И вот те, которые были узнаваемы, ну, то есть, допустим, люди, которые узнаваемы и, как бы, хорошо известны, как будто бы их фриканутость, вот это вот условно по отношению к тем, которые, знаешь, такие суперчопорные, там, ни капли в рот, ни сантиметра в жопу, они, им прощалось это. Потому что на них смотрели как на целостный образ, а не как на, знаешь, на человека, который, вот, как бы, использует какой-то, знаешь, как бы маскировку, камуфляж, чтобы абсолютно, не имея ничего внутри, просто о себе заявить. Ну, согласись, вот сейчас берем самого заурядного какого-нибудь мудака, абсолютно скучного, неинтересного какого-нибудь задрота, блядь, из какого-нибудь сподрищенского. Надеваем его, как фрика. Ну, только так, знаешь, как бы, не совсем как угол, а вот так вот, как требует мода, да, с тейблами, с какой-нибудь херней, намалевываем и толкаем его в эпицентр вот этой вот, знаешь, вот этой хипцерской или какой-то вот этой болевой человек. Да-да. Он моментально получит свои бенефиты от маскировки вот такой, то есть, как бы, взгляды нужные, как бы, ну, чтобы он не был в ужасе от того, где он находится, потому что это все и спорт. Но в целом, получается, фляж работает. Ну, да, допустим, если брать бренды, все равно же, скажем так, у каждого бренда есть, грубо говоря, свой эгрегор. Да, но ты никогда не приходил к тебе написать, набей мне больница, сяга, вот тут. Не-не-не. Не-не. Вот. И одевая определенную вещь, люди, у кого есть такая, они тебя сразу считывают как свой. И, типа, знаешь, принимают тебя за что-то. Так работает. Ну, да, так мой комплектаж для этого и призван. Либо сливаться с окружающим тебя энвайером. Вот. А по поводу того чувака, который залетел, там, наверное, зависит от того, как он откроет рот, то есть, что он может сказать. Молчать. Я всегда рекомендую. Молчи, со умного сойдешь. Да, да, да. Кто-то мне сказал, типа, ни в коем случае себя нельзя продавать на вечеринках. Я считаю, ты не умеешь это делать. Продавать на вечеринках, некоторые продают еще очень успешно. Продают все. И рот, и жопу. Слушай, не, как бы, это понятно, но вот представь себе, кстати, идея для инфлуенсеров. Наверное, уже кто-то сделал. Надо себя полностью, знаешь, Луи Виттон или Гуччи, вот это, знаешь, монограммами. Заколошматить. И тебе, мне кажется, контракт с собой подпишут, если у тебя еще нормально пишут до конца твоих дней. Ты будешь, как бы, все, супер в тренде всегда. У тебя какую-то копить копеточку будет копить. Я думаю, что там нужно держать себя всегда в высоком статусе, быть вылизанным, красивым, таким, знаешь, не молодым, ну, лет сорок, и ты должен быть в классной форме. То есть, там должен быть определенный вид статуса, определенный вид стиля жизни, образ жизни, чтобы это продавалось. О, слушай, тут интересная тема. Это, как бы, наверное, это пошло, как бы, раньше в России, мне кажется, такого не было. Хотя, конечно, я не знаю, я не историк, и как бы, не могу об этом судить, но есть в Америке достаточно такое прямо ощутимое понятие вторая молодость. Это когда мужчина, там, значит, он переходит во вторую половину своей жизни. В идеале, это уже человек, который чего-то достиг, то есть, возможно, это какой-то эксит, там, не знаю, либо карьерный, либо предпринимательский, и он не был всю эту жизнь. То есть, у него была работа, стресс, отношения с женой, проблемы с детьми, ну, как бы, как и у всех, ничего особенного. Но ему повезло, как бы, сделать эксит, развестись, заработает бабло, и вот, как бы, в этот момент, и он понимает, у него куча незакрытых гештальтов, которые, по факту, просто непрожитые экспириенсы. Ну, то есть, ты не был в Вегасе, ты не нюкал кокс, жопы, там, какой-нибудь латинос. В общем, у тебя не было этого слова. И ты, значит, как бы, начинаешь проживать, у тебя сейчас есть деньги, и начинают молодиться, и прямо трансформация, они все на, там, на сторонозамещаемую терапию, в зал, татуировки, кабриолеты обязательно, там, покрасили волосы, бороться, ну, то есть, прямо трансформация реально происходит. И к тебе приходят такие чуваки, как бы, за второй молодостью, или нет? Или ты таких еще не видел? Нет, прям таких, ну, прям таких персонажей нет, не видел. В целом, просто опрятные ребята приходят. Опрятные, слово очень политкорректное, опрятные. Не придерешься, согласись? Да, ну, как бы, нет там усугубленных каких-то людей в своей форме, скажем так, возможно, мой проект как-то отсеивает как раз-таки определенные, определенные виды, что ко мне приходят те, кто должен быть, те, кто может. То есть, скорее всего, сам твой образ, как бы, демонстрация прошлых работ, оно как бы определяет людей, которые, как бы, ну, которым ты хотел бы увидеть. Вот это любопытно. Ты задумывался на эту или нет тему, что это ты по факту определяешь тех, кто к тебе приходит. Ну, то есть, как бы, ты интуитивно, как ты сказал, двигаясь в каком-то направлении обретения своего стиля, ну, или как бы уже уплотнение его, совершенствование его, отбрасываешь в мир сигналы, которые воспринимаются теми, которые хотят к тебе прийти. И вопрос вот тут очень любопытный. Представь себе, что вот твой стиль, ну, как бы, он либо воспринимается, либо нет. Ну, то есть, ты чувствуешь, что я что-то изменил направление, больше людей пошло. Это стал заявлять, меньше людей пошло. Либо ты не думаешь о том, как угождать, а просто делаешь то, что тебе нравится, и это органически компенсируется достаточным потоком клиентов. Либо ты заигрываешь все равно с толпой. Мне в любом случае заигрывать нужно, потому что иначе развития нет, если ты делаешь сто лет одно и то же, но... Нет, развиваешься, да, но ты развиваешься с прицелом на то, что они хотят, либо то, что тебе нравится. То, что мне нравится. То есть, видишь, у тебя получилось так, это очень хорошо, когда ты делаешь то, что тебе нравится, и в этот момент это нравится еще кому-то. А теперь представь себе, что тебе что-то нравится, и больше никому это не нравится. Ну, значит, нужно что-то менять. Вот. Но тогда вот здесь, вот как ты считаешь, изменить себе, да, то есть по факту ты начинаешь заниматься нелюбимым делом, то есть, представляете, ты художник, ну, вот прям, и ты, твои воплощения, как Мане, он там рисовал японские мостики, там, либо еще, что там еще там, Water Lillis, и мы пришли и сказали, слушай, вот точно так же, только нарисуй вот это, и у тебя вся галерея, ребят, так вот же, куча всего нарисованного, берите, вот же, ну, знаешь, вот это хочу, и ты начинаешь свой талант направлять в направлении того, что продается, и в этот момент, мне кажется, такой творческий-то кризис и происходит, ты начинаешь сомневаться в себе, что типа, блин, смотря как посмотреть, на самом деле. Если ты как бы продажный такой, я пришел в этот мир зарабатывать бабло, скажите, что вам напить, я напью хоть что угодно, мне похер абсолютно. Нет, все-таки должны быть рамки. Да, допустим, есть запрос, да, вот немножко не по твоей теме, но человек пришел к тебе как профессионал, я не могу отказать именно с точки зрения профессионала, потому что, если он пойдет, допустим, у меня одно время был пунктик, я, знаешь, ревновал людям, то, что они не пришли ко мне на свою первую татуировку. Ну, ку-ку, приехали. Ну, сейчас я, конечно, к этому проще отношусь, но, тем не менее, для меня первая татуировка считается одним из самых вообще таких сакральных моментов в жизни, потому что большинство людей, можно так сказать, большинство людей не помнит своего первого татуировщика. Я делаю так, чтобы этот сеанс был суперзапоминающимся, и ввожу людей в мир татуировки так, чтобы они почувствовали себя, ну, прямо кайфово. Офигеть. У меня первая татуировка была, это вообще просто, это, знаешь, как бы ебантизм полнейший. Это было коллективное тату, знаешь, значит, короче, получилось, что... Я серьезно тебе говорю, у нас, значит... Я боюсь конца истории. Не-не-не, это было коллективное реально тату. Так получилось, что у нас убили одного близкого друга. Ну, как в компании. И все решили как бы пьяным нашим похмельным каком-то угаре, типа, блядь, нам нужно, блядь, это как бы забить в нас эту боль. Я не помню, кто был инициатором этой херрии, но мы себя обнаружили в каком-то ближайшем тату-салоне, где мы делали все одну и ту же татуировку, как конвейер, блядь. Бухие там, непонятно что. И вот это был бы первый экспириенс, как бы, ну, то есть вот абсолютно необдуманно. Абсолютно в порыве вот какого-то такого brotherhood-идеи. А, пошли. А, ну, давай. И как бы ни у кого не возникло как бы резонного вопроса, типа, вообще это правильно? Насколько это правильное решение? Типа, как бы, что мы этим сделаем? И типа, блядь, увековечим памяти в этом человеке, знаешь, или еще что-то. И все как-то сделали и сделали. То есть, ну, я как бы, тут вопрос, как бы, жалею я, не жалею. Понятно, что я как бы подумал об этом и сделал так, чтобы просто случайно человек это никогда не увидел. Но смысл в том, что как бы вот это вот отношение к этому, у меня не было никакой рефлексии. То есть, я не сидел и думал, знаешь, что на тему там надо, почему-то я хочу. То есть, вот ты никогда не задумывал, не разговаривал с людьми, которые хотят это сделать. То есть, вот как бы, вот момент, когда они еще не решились. И вот это вот я хочу, и вот это я хочу, я полагаю, оно разное, по разным причинам. То есть, я хочу быть в тренде. Я хочу, почему-то, почему-то мне нравится этот образ. Я хочу набить себе вот эту штуку, потому что я хочу быть успешным. Потому что я знаю, что эта энергия там вот этих вот каких-то символов позволит мне там мою там энергию там какую-нибудь там там чьи там, ци там, в общем, подключить, чакры там активировать. Понимаю, о чем ты, да, конечно, я всегда спрашиваю, да, я всегда спрашиваю, почему ты вообще решил сделать эту уроку. Новую, либо первую. Потому что для меня татуировка-то всегда про какие-то изменения, про перемены. То есть, ты начинаешь сам себя менять. То есть, это рисунок, который не сотрется до каких-то дней. И, знаешь, татуировка-то как определенный момент перехода, знаешь, ну, может быть, энергетического и так далее, где ты перестраиваешься сам с собой. То есть, мы в голове можем быть готовы там к каким-то новым потрясениям, к какому-то своему новому пути, который мы там задумали для себя. Но на внешнем мы то ли чего-то боимся, то ли не хватает какой-то энергии, не хватает какого-то пинка, чтобы сделать этот шаг. И татуировка выступает здесь как раз-таки вот этим, ну, может быть, ключиком, инструментом. говоря, подписываешь соглашение с самим собой. А, или с дьяволом. Ну, все. Да, или с дьяволом. спину татуировку Бафомета. Ты такой, думаешь, вам соседний кабинет, пожалуйста, это не ко мне. Не-не, у дьявола тоже есть, я думал, хорошие штуки, свои законы. А, да не, у меня нет. Я же сейчас говорю, что я спокойно отношусь ко всему, то есть у меня нет никакого, знаешь, единственное главное, что где твое, где вот твое, вот это вот баланс между миром твоих фантазий и реальностью. То есть ты можешь играть в любую игру, но ты никогда не должен забывать о том, что несмотря на то, какая игра у тебя в голове, есть общая игра какой-то такой, средний по больнице лейтмотив, то есть как бы вот это вот блевочено, вот это вот разлито по всему миру. Поэтому у тебя могут быть любые фантазии, но когда твои фантазии из твоего мира начинают превращать тебя в человека, который не встраивается в волокно общей реальности, то ты как бы должен понимать, что либо у тебя будут проблемы с этим, потому что резистанс от этого слоя будет, либо же ты должен быть слишком сильно личностью, чтобы вывозить это. Ну как бы, знаешь, есть вполне себе успешный и талантливый, и востребованный миром. Причем фриков не только внешний, но и ментальный фрик, тоже когда ты... Да-да-да. Ты слушаешь некоторые идеи, когда слышишь, человеком разговариваешь, говорят, офигеть, то есть я вроде бы считал, что я куку-ку, но ты тут только меня превзошел вообще. Знаешь, там плоскоземельщики, там, не знаю, всякие инспирологи, как бы, некоторые вообще супер-крэйзи. Я очень люблю эту историю, у меня очень... Я смотрю такой... Нет, ну подожди, одно дело смотреть, есть реально кто-то, вот с кем ты общался, и он абсолютно стопудово крэйзи? Причем, неважно, мужчина, женщина. Ну, не настолько, я думаю. Не настолько. Такие мне лично не попадались люди. Есть все-таки, знаешь, в рамках кличия как-то это все проходит. Ну, и назовем их артисты. Самые, пожалуй, такие, как бы, фриканутые персонажи мне встречались в Лос-Анджелесе и в Майами. Ну, слушай, там, да, я когда в ЛА работал, это, ну, дикий немножко городок, у меня так получилось, что я татуировал, по знакомству с парнем, у него там какой-то серф-магазин, он говорит, давай приезжай ко мне потатуировать. А он, знаешь, на... Как же там... Не помню район, ну, в центре, где я в даунтауне, в даунтаун. Опасный райончик. Ну, такой, да, то есть там на первых этажах вообще делать нечего и без машины точно. В общем, а у него шоп на первом этаже был и, по сути, там тату-студии-то и не было. Он говорит, да, я татуирую здесь, а там из татуировки только машинка и, знаешь, откидной столик вот так вот, который делается, чтобы руку положить. Я такой, блин, это что за формат? А ко мне, ну, такие цацы ходят, и я такой, блин, вот это провал. Ну, короче, мне было очень стыдно работать перед людьми, но потом я сказал, так, давайте, ребят, короче, ну, ну, такой день, ну, почему-то мы должны быть сидеть с вами, что-то увидеть, возможно, то, куда идти больше никогда в жизни не стоит. И вот и пришли два обдолбанных, не знаю, трансгендера, там, типа на титках, басы, облеванные все, разорванные такие. Ну, они там же за углом живут. Да, по-любому просто, я такой, блин, ребят, что с вами вообще стало? Я такой, у вас есть персинг, нам персинг нужно, я такой, не-не-не, персинга нет, я такой, блин, все, я, короче, собираю вещи и ухожу. Не, я знаешь, как бы, это уже, как бы, такое, ну, как бы, совсем. Но там много перекрытых на теме наркоты, конечно, в плане. Да, но это значит, наркота, она многое объясняет. То есть, я человек, который употребляет наркотики. Ну, как бы, такие, знаешь, не то, чтобы я прям на герочи сижу. Веселенький. Трав, как бы, там, кокс, чтобы проснуться, знаешь, чтобы не спать, либо чтобы выровняться. Ну, в общем, так, как бы, такое абсолютно, я не считаю, что я зависим от них. Но, когда я вижу людей в тяжелых формах зависимости, это их поведение, оно много, как бы, это многое объясняет. Ну, понятно, что с тобой происходит, потому что у этого есть какая-то взаимосвязь. Я же тебе говорю о людях, которые, как бы, как бы, где-то не здесь у них находятся. То есть, ты смотришь на них, и там неизвестно, что их, то есть, травма, какая-то предосположенность к каким-то там ментальным, каким-то отклонением или еще что-то. Либо просто настолько сильная идеология, культы, которые людей тоже очень сильно меняют. И вот я вот, как бы, такого плана людей, когда они собираются еще вместе все. Я не, короче, однажды, я, как бы, я же не жил в Лос-Анджелесе, и я приехал, там, значит, какие-то знакомые, они говорят, ну, поехали, типа, сделаем тебе, знаешь, как бы, туры. И ты вот, я жил сколько там, ну, где-то, может быть, совокупно, я в Калифорнии полгода прожил. Вот, и когда какие-то знакомые начинают тебя возить по разным местам. Ну, иногда ведь места, как бы, хорошие, но не очень. И вот в один из них, а еще есть какая-то такая фишка, знаешь, у людей, особенно в Америке, что они пытаются, почему-то тебя поместить вот в твое лингвистическое пространство. то есть, как бы, вот у меня там есть знакомые, русские, и туда-сюда, или там какая-то, знаешь, какая-то уже, причем уже русские, не совсем русские, это уже какой-то такой, знаешь, слой второго поколения иммигрантов. Они уже по-русски толком не говорят, потому что их родители, они забыли, ну, что-то там, да-да-да-да-да. Я, короче, приезжаю... Сашка, Сашка, Сашка. Да-да-да, ты какой-то такой дом вообще. И, значит, я приезжаю в какое-то место, значит, какие-то, знаешь, вот со стороны такая, как бы, знаешь, какие-то джунгли не пробиваем. То есть, вроде бы, такая неплохая улица, ну, дома, средний класс, ничего особенного. Вот. Но этот дом, знаешь, такой, как будто бы заброшенный какой-то, блядь, кусочек джунглей. Там полнейший трэш. Ты попадаешь, как бы, в домик Бабы-Яги. То есть, реальный домик Бабы-Яги. Там какие-то люди ходят в полумраке с пустыми глазами абсолютно. Какие-то, и все там, и там у них вечеринка называется «Мы приехали на борщ». И, короче, на какой-то такой очень жуткой кухне стоит вот такая, знаешь, как бы, огромный жбан. Я хуй знаю, может быть, литров сорок. Такой, знаешь, как бы, блядь, столовский. Да-да-да. И оттуда черпаком всем, я, как бы, знаешь, как бы, непроизвольный инстинкт, и там в разных этажах какие-то комнаты, типа, знаешь, типа, какой-то такой аналог, какого-то сеновала, блядь, ну, как бы, какая-то очень такая хуевая, как бы, из памяти интерпретация каких-то, знаешь, таких мифов и сказок. Да. И я, значит, полностью такой, как бы, накуренный серьезно. Я там бронжу, и я думаю, блядь, куда я попал? Там такие разговоры. Я думаю, ебаный в рот, уберите меня оттуда, у меня аж реально паранойя началась. Думаю, сейчас они меня захватят, блядь, выебут. То есть, какую-то, и вот это вот состоит, и для них это как бы норма, понимаешь? То есть, для них такое, как бы, развлекуха, где мы чуть-чуть, немножко, как бы, фрикану. Знаешь, я убежден, что многие из них, как бы, туда ходят, чтобы, как бы, чуть-чуть, знаешь, ощутить вот эту вот фриканутость. И вот это вот, как бы, нормальность с точки зрения места, где каждый, вот, может найти вот какое-то вот такое свое проявление, где этот камин-аут виртности был на другом уровне, знаешь, где там МакАллен, там, 30-летний разливался, то есть, там, ребята уже другого порядка, и тоже один пришел, знаешь, как в этом фильме, такой британец, такой, я забыл, как его зовут, такой кудрявый, и он играл, типа, сумасшедшего миллиардера, он в таком постоянно цилиндре ходил. Короче, блин, как же, короче, не принципиально, но я думаю, что многие вспомнили, он еще играл, в фильме, там был фильм тоже, Спав Дэдди, он играл какого-то рок-музыканта, его нужно было из Британии привезти на, в этот, в Лос-Анджелес на концерт, и он вообще полностью саботировал все, он бухой, в общем, не принципиально. Я понял, типа, Райан какой-то, да-да-да-да-да-да-да-да-да, вот что-то вот в этом, вот, и, короче, приходит, блядь, абсолютное воплощение, причем он его не то, чтобы копировал, он просто вот пришел такой вот, знаешь, и все в образе, абсолютно все, и это не дань моде, знаешь, когда ты как бы становишься такой проституткой моды, когда ты одет, в соответствии, как показано на вот этом буклете, блядь, вот, с новой коллекцией, там, ты просто взял и купил то же самое, одел, не важно, подходит ли тебе, не подходит, там какая-то низкожопка, и там каждый вот воплощал себя, как типа, как вот Burning Man, но только там тоже немножечко уже не воплощение себя, там какой-то просто, блядь, какой-то, знаешь, такое, я воплощаю себя и в те же самые моменты пытаюсь еще и выебнуться, чтобы как бы показать вам, какой я, блядь, замечательный, а там реально, я так хочу, проснулся и такой, а кем я сегодня буду, и выбрал, кем ты сегодня будешь, исходя из твоего персонального я хочу, и тоже любопытно, потому что ты смотришь, даже мой специализм в отношении, как бы, ну какого-то, знаешь, отношения к мускулинику, как должен выглядеть мужчина, он не был так, потому что со мной разговаривал реальный мужик, он говорит, слушай, Марк, мне почему-то так хочется, не то, чтобы он там, знаешь, в обтягивающих трусах и там с анальным плагином, а просто как бы, знаешь, что он оделся так, как вот он себе представлял какого-то, блядь, я не знаю, типа, знаешь, времен гражданской войны, какого-то он там, не представляю, тростью, ну это такое, все очень прикольно, и когда ты вот в этом состоянии чуть-чуть накурен, ты понимаешь, куда ты попал, и ты разговариваешь с этими людьми, и он играет этого персонажа, то есть с тобой разговаривает не человек, который населяет этот био-юнит, а те, кем он стал, и ты с одним играл, с другим играл, это просто прикольно, но это никто не скрывает, я играю, сегодня я пришел вот в этом образе, это мой сегодняшний образ, и я хочу, чтобы вы со мной из этого образа говорили, и там чувствуется, есть бэкграунд, то есть люди понимают, как бы, какой-то, знаешь, есть представление о том, как ты себя должен вести. Ты сильная подготовка, слушай, конечно, это сильная подготовка образа, это и про прошлое, и про будущее, и про поведение себя в настоящем, это очень-очень, ну, сильно, то есть с таким мероприятием, я думаю, но, наверное, это люди все-таки с какой-то актерской историей в прошлом, чтобы было легко вживаться в такие роли. Либо ты это делаешь постоянно, и поэтому становится легко. Либо постоянно, либо, да, либо ты 354 дня в году. Причем это же не вопрос, как бы, знаешь, вот этого актерского мастерства, а вопрос, как бы, знаешь, вот этого, мне кажется, органического подключения, да, вот ты просто берешь, и просто, я не пытаюсь играть, потому что любая попытка, я хочу хорошо сделать, она, как бы, несет в себе ожидания. И ты, исходя из этих ожиданий, можешь, как бы, быть какой-то неудобняк, потому что ты пытаешься всегда соответствовать какому-то твоему представлению бенчмарковости, да, вот, как они меня воспримут, как они... Ну, слушай, тут еще же самотусовка, подготовленное место к этому. А, да, там был отель, закрыто все было. То есть, понимаешь, то есть, тут, просто так, ты на какую-то вечеринку придешь, на тебя совершенно будет... А я так и пришел, блядь, подозрительный, говорит, он, блядь, коп, андеркамп, то есть, я пришел в черном костюме, то есть, я не знаю, я был в момент времени, когда реально ходил в костюмах, то есть, какая-то вот эта ебнутая тема, то есть, у меня были разные костюмы, я всегда... Почему-то думал, что вот так выглядит нормальный мужик. То есть, потом, конечно, это все очень... Ну, как бы, я сейчас смотрю, думаю, офигеть, у тебя фотографии некоторые... То есть, ты абсолютно... Как бы, это не ты. Ну, то есть, я внутри... Это, сам... Ну, не так совсем все плохо, но вот ты наверняка видел фотографии, знаешь, Daily Mail, там, или какие-то вот британская пресса, когда привлекают фотографии из каких-нибудь там мероприятий, и на этих фотографиях есть там какие-то наши... Там, как их называют, с таким, опять же, украинским... Олигархи, вот, и они, знаешь, в смокингах. И то есть, блядь, лицо такое тяжелое, блядь, есть там Ханты-Мансиско, угольный какой-то... И он там получает там значок, он там теперь сэр там, какой-нибудь сэр там, Иваныч. Ну, то есть, смотри, блядь, Иваныч, ты вообще как бы вот в этом костюме сэра как бы выглядишь как бы супер... Как-то не подходит тебе вот этот образ. А какой-нибудь британец, который, знаешь, там такой плеснявый, такой, о, как будто бы родился в смокинге. И вот это вот насколько, когда ты одеваешь на себя какой-то образ, насколько он органичен по нему какому-то вот, как бы вот этому. И люди в последнее время, я сейчас не говорю о том, что я так же специалист по стилю, но ты иногда смотришь, как бы органически выглядит человек, при всем том, что он может выглядеть как абсолютное пугало. Но это пугало органическое. Либо ты смотришь на человека и как бы выглядит вроде бы, ну, вот его выключить. Это как-то две разные истории. Да. И вот когда ты вот с татуировками, то же самое. Вот есть некоторые люди, которые умеют носить тату. Да? Сто пудово. Сто пудово, конечно. Мне кажется, что есть определенные стили даже, типа там old school, может быть, слышал что-то такое. То есть вот татуировка-то, она, конечно, стареет, но по качеству стареет, а человек взрослеет и стареет дальше. И вот порой какие-то такие элементы, они начинают выглядеть довольно детско на уже взрослом теле. И есть небольшой раздрайв. То есть, и, соответственно, чтобы носить такие татуировки, нужен определенный уход за телом. Чтобы они считывались хорошо, чтобы они и... Слова забываю. Как будто бы я и не спал. Короче, блин, Ториан. Так попытайся просто другое слово найти. Если оно не идет, найди синоним. Ну, а где его искать-то? Где-то там. Все там. Все там. В библиотеке знаний. Я говорю про то, что делая татуировки даже, ну, в определенном возрасте, мне кажется, нужно в любом случае поддерживать себя так, чтобы эти татуировки считывались на тебе не как что-то оторванное. Даже порой, кстати, делают, наверное, из-за моды формируется такая история. Сделать что-то модное, но эта мода не подходит. Она тебе к лицу твоему не подходит, к твоей физиологии не подходит. И смотрится, как, знаешь, лист бумаги просто раскрашенный. Слушай, ну, вот когда к тебе приходит человек, и ты понимаешь, что он от тебя просит то, что будет ему, как бы, ну, не в тему. Ты пытаешься как-то вмешаться в какую-то интервенцию, человека привести, как бы, в здравый смысл? Мне кажется, тебе это не подойдет. Я могу, знаешь, я же деньги тоже не хочу терять. Я стараюсь трансформировать идею так, чтобы вот они сошлись друг с другом. Слушай, ну, тогда получается, что ты еще... Больше подбираю. Больше подбираю под него, чтобы это смотрелось нормально. Но получается, что ты пока все равно еще в стадии находишься, где ты, как бы, скорее возьмешь деньги, немножечко, как бы, ужав свое видение и еще не там, где, как бы, либо будет так, как я сказал, либо не будет никак. Есть два пути. Точнее, не два пути, ну, всегда есть выбор. Есть творческая сторона, которая развивает как раз-таки твою насмотренность, твою творчество и так далее. Есть коммерческая сторона, где ты можешь выступать как раз-таки человеком, который может выполнить, подойти к работе, как именно к работе, но с качествами профессионала с творческой стороны. То есть, все довольны. И человек доволен, он пришел ко мне на сеанс, он сделал туровку у меня. Да, он сделал что-то свое, но с опытом и профессионализмом Да, но в этом есть отражение тебе? Ну, скажем так, вот насколько, вот скажем так. В любом случае, всегда будет, в любом случае, да, всегда будет отражение меня, потому что это про подход, про мой визуал и вижн, то есть, скажем так, если две кучи кубиков, одни цветные, другие черно-белые, и вот их перемешать, я точно так же составлю из этих кубиков свою определенную композицию, как я это вижу, но просто это будет с другими красками. Я понял, то есть, в принципе, есть отличительные черты твоего стиля, и если человек, скажем так, как-то разбирается в этом, то он увидит, а, у тебя вот тигра татуировка, да, знаешь, тоже, да, вот смотри, у меня тут тоже есть. Ну да, ну да, я понимаю, почерк. То есть, почерк узнаваемый остается? Да, да, конечно. Либо просто можно быть, знаешь, как бы, как это, ремесленник, человек, который хорошо делает свою работу, и я сделаю вам хорошо, безотносительно, что вы от меня хотите. Да, есть, это обычно работают в Волкин-студии, такие, знаешь, в годах, в городах, курортах, вот это там тату. Люди с утра просыпаются, а у них что-то, как это, в Вегасе, да? Да, 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 типа тату от 50 долларов, и так далее. Сейчас я набираю новых мастеров себе в проект, и вот, пишут, такие как раз-таки ребята, я говорю, сколько? Опыт 8 лет, я такой, слушай, ну для такого опыта уже ты должна была что-то понять, потому что, ну, там, блин, работать и работать, работать и работать, то есть там, и даже рука, и вообще понимание, чего ты делаешь. Можно быть мастером, можно, знаешь, вырастить себе, раскачать себе навык, именно ремесленникам и делать свою работу качественно, они попросили, то есть, но тут выстраивается, именно как раз-таки, тебе приходят, как профессионалу по набиванию, если ты хочешь зарабатывать больше, если у тебя есть амбиции, ты начинаешь создавать свои проекты, рисовать какую-то свою историю. Да, ну слушай, это очень важно, мне кажется, что вот все равно должны оставаться ремесленники, вот даже тебе, ты сейчас расширяешь свою студию, тебе, что нужны тебе, блядь, креативщики, тебе нужны, блядь, ребята, которые будут хорошо выполнять то, что ты им сказал, копировать твой стиль, копировать твой, нет, ну как, ты считаешь, что это нормально, когда все вдруг, я хочу просто задать тебе вопрос, ты считаешь, что это нормально, когда все вдруг решили, что они должны стать звездными, звездный массажист, звездный там повар, звездный дантист, звездный мастер по обуви, звездный там, не знаю, человек, который был в саннотейшн, там, хаускипинг звезды, няня звезды, какого хуя, вы просто те люди, либо ты ремесленники, мне похуй, какой ты там селебрит, ты хорошо это делаешь или плохо? Потому что в этой, в погоне за селебрит, селебритностью, и вот какой-то вот этой узнаваемостью, люди начинают повышать свой ценник, а мастерство за этим не растет. То, что куча дебилов, которые повелись, но то, что ты сказал, должно, но нет, что ты уже дальше тратишь свою энергию не на то, чтобы растить свое мастерство. Вот как взять книжки, допустим, разговариваю с девушкой-психологом, она говорит, ну, сейчас это вообще пиздец, сколько стало. Вот, и она говорит, я читаю книги, очень много там прохожу курсов по тому, как себя позиционировать там онлайн, как там вести. Я говорю, ты должна читать книжки по психологии. Вот что ты должна делать. Ну как, одно другому не мешает. Я говорю, так, погоди, одно другому не мешает. Я знаю, что значит читать. Вот если у меня есть какая-то книга, я ее умудряюсь читать только в туалете, 24 часа в сутки у всех. Ну, не знаю, может быть у Илона Маска 48, не знаю, сколько у нее там, как он там расширяет, блядь, и сужает время. Но когда ты, у тебя есть какой-то таймслот для того, чтобы что-то сделать, и ты вместо того, чтобы, должна бы, увеличивать свою производительность, как эксперта в этой специальности, начинаешь задумываться о том, как мне увеличить каверидж своего присутствия в интернете, и тратишь на это время, и постепенно, а как происходит, то есть ты осталась на этом уровне, то есть уже работает, знаешь, как будто бы ты отучил один удар, бинк, нокаут, бинк, нокаут, бинк, нокаут, и он соответствует определенному профайлу, что человек определенной подготовки будет сбит с ног. Ты, получается, уже не растишь себя до уровня, где ты любого начинаешь сбивать с ног. Ты выбираешь свою аудиторию, а дальше просто культивируешь эту пасту, оставаясь на одном и том же уровне. У тебя есть ощущение, что у тебя опыт растет, потому что вот эти люди, которые на этом уровне начинают тебя валить, ой, спасибо, дорогой, спасибо, дорогая, и тебе кажется, что ты растешь. У тебя полную уверенность, смотрите, у меня там уже миллион подписчиков, куча благодарных там комментариев, но ты начинаешь как-то задумывать, а сколько времени ты тратишь на свое улучшение? Не проходя курсы, блядь, Марина прошла курс у Наташи, блядь, а потом мы поменялись, ты прошла мой курс. Что вы сделали, блядь? Из пустого в порожнее перелили, блядь. Вот это вот тоже очень важно, мне кажется. Если ты ремесленник, то ты, мне кажется, большую часть времени должен заниматься ремеслом, и если уж ты так хочешь, найми человека, который будет full-time job заниматься тем, чтобы как-то тебя позиционировать где-то там, где ты хочешь. Вот это супер было бы, конечно, потому что, ну, раньше я работал пять дней в неделю, и это там, допустим, два-три сеанса в день, то есть ты встаешь, ну, в пять-тридцать встаешь, рисуешь, готовишься к этому дню, потом татуируешь, там часов в девять заканчиваешь, и ты никакой. То есть на там, на себя позиционирование времени нет абсолютно, и это пять дней в неделю, то есть у тебя два дня остается, и ты, конечно, не хочешь ничем больше заниматься, кроме как лежать, чилить, либо думать, о, пришла новая идея, вот бы ее сейчас нарисовать. Сейчас татуирую примерно сколько, три, три дня в неделю, и все равно времени такого нет. В любом случае, каждый все равно же сейчас работает сам на себя, и сам себе дедушка. И даже самопозиционирование, оно все-таки, ну, как ты себя продаешь, как ты себя подаешь, какие-то свои качества подсвечиваешь, это только от тебя зависит, потому что я думаю, что только у тебя может, у тебя есть то, что ты можешь сказать этому миру, почему ты там, чем ты отличаешься от кого-то, или почему к тебе должно быть неприятие. Вот это очень хорошо, если бы это действительно было так, когда люди, вот знаешь, вот просто, это можно понять только как бы действительно на больших цифрах, но когда ты на больших... Я понимаю, к чему ты клонишь, я, мне тоже больно об этом говорить, потому что, ну, я просто рассматриваю вообще ту индустрию, и каждый, кто взял эту машинку, он такой, все, я сейчас, блядь, все, зацени, уаа, там... У меня свой стиль, у меня своя глубина, у меня своя... Слушай, вот это твоя глубина относится к этому направлению искусства, это вот к этому, это у тебя там нет ничего твоего, как ты сказал, даже вот то, что ты сказал, что дай мне вот это количество пазлов или кубиков, я все равно из вот этого одинакового количества кубиков соберу что-то лучше, чем ты сможешь это собрать. То есть, вот эта логика того, как ты собираешь этот пазл поедино, это твой стиль, как бы, получается, твоя вот какая-то видение эстетики, да? Нам всем дали один и тот же набор из пазлов, соберите, мозаика, знаешь, условно, какие-то блестящие, блестящие, соберите, у тебя будет узор лучше, чем, допустим, у меня, естественно. Но когда люди, как бы, становятся настолько, как бы, в том, что они собирают, есть, как бы, как это сказать, алгоритм, что надо собрать именно кошечку. И все собирают, условно, так или иначе кошечку. У кого-то кошечка чуть красивее, у кого-то кошечка менее красивее. Но они говорят, что это аутентичность. Я говорю, нет, это не аутентичность. Мне прям чувак сказал, Марк, ты не попадаешь в алгоритмы. То есть он живет, его жизнь, взаимодействие с окружающим миром идет через попадание в алгоритм. Я говорю, во что я должен попадать? А мне это надо? И вот когда ты просто, поверь мне, на больших цифрах это очень чувствуется, когда девушка говорит, ты знаешь, прям с позиции, буквально вчера была, замечательная, умная, уверенная, как бы умеет, то есть ее это не разрушило, вот мой какой-то эзбилизм. Но сам факт, когда она какую-то истину начинает транслировать, как какая-то мудрость, и ровно так, я сейчас выключил ее, включил другую, и то же самое, с тем же самым образом, с тем же самым энергией, другая. Я просто могу так щелкать пальцами, и будут чик-чик-чик-чик. Люди меняться, а говорилка говорит одно и то же. И каждый из них говорит, это мой экспириенс, мой опыт, мое видение. Я говорю, а что так получилось, что у вас, бам, и, блядь, у всех один и тот же опыт, один и тот же экспириенс. И всех это мудрость? Держи. Главное, знаешь, не осознать, а применять это в этом. Да блин, понимаешь, это даже осознать, применять. Я понимаю, что есть как бы, вот эти вот алгоритмичные мышления приводят как бы к результату. Делай один, два, три, четыре, получишь пять. Я понял это, тогда не пытайся это обернуть в какую-то мудрость, в какое-то знание. Типа, я взял этот алгоритм, и теперь я его использую, и с вероятностью там 80% он приносит мне положительный результат. Как это работает, я понятия не имею. Но в этот момент ты начинаешь кого-то другого чему-то учить. Норовоучить, рассказывать там о мудрости какой-то, там, посмотрите мой опыт, бла-бла-бла-бла. Блядь, слушай, ну ты взял, четыре, сделал, получил. Молодец. Ты знаешь, еще, ну, социальные сети, они очень сильно затуманивают голову, и даже людям, которым не нужно какие-то опыты, они их так закручивают, что они начинают этим заниматься. Например, в прошлом году у меня была такая история, там, не знаю, какой-то бум был на эти курсы, я такой, о, все, мне тоже нужно снять курс. Я снял курс, я снял курс, я снял курс, потратил кучу денег, я так на этом выгодил. Подожди, а что, почему ты потратил кучу денег, что сейчас стоит снять курс? У тебя есть телефон, наверное, айфон, там, 14-15, который уже, мне кажется, нихуево снимает. Поставил тебе телефон? Я работал с продюсером, там, с операторами, короче. Тебе сказали, надо обязательно очень качественно снять, чтобы было, заплати нам миллион или два, и тогда у тебя будет качественный курс. Не, просто связался с человеком, который занимался уже этим, то есть не с нуля, потому что я в этом абсолютно ничего не понимаю, я там проводил какие-то свои обучения очные, это одно. В общем, я на этом выгорел так, что я такой, все, давай заканчиваем, мне не нравится, это не про меня. Расскажи, что было самое стрёмное, вот ты выгорел, что было самое для тебя вот тяжелое в момент записи этого всего мероприятия? Это прогревы, то есть мне нужно было говорить такое, ну, хвалить себя, типа, вот я то, вот я все, бла-бла-бла, я такой, я вообще не такой человек, типа, мне этого не нужно, типа, кто знает, кто знает, мне неинтересно хвалиться какими-то такими там достижениями, там я, если там что-то получается, я выставлю там в сторис, оно ушло через сутки, и все, и хорошо, кто увидел, тот увидел. Но тут нужно было об этом долбить, просто каждый день я такой, меня такое выворачивало, типа, знаешь, я через себя переступал, я такой, все, говорю, не могу больше, закрываем проект, и все, мы закончили. Ты знаешь, у меня был один знакомый, знаешь, в тех давних временах, он, у него было прозвище Лилипут, но он был, он просто был, ну, не высокого такого, щупленького роста, но он был реально, как бы, маньяк, то есть это человек, который тебя убьет, если что-то пойдет не так, тем, что будет у него под рукой, он тебя зубочисткой до смерти затыкает, ну, то есть абсолютно зеленыш, но он себя удерживал в целом, то есть когда, там, не выпивал, и все остальное, и он был, как бы, у него внутри было, вернее, даже, как бы, почему была, я потом уже его спустя много лет встретил в Монако, я был вообще уже другим человеком, то есть, знаешь, такой, вот этот демон из него куда-то его изгнали, знаешь, как будто бы он за экзакцизм прошел, то есть такой расслабленный, на чили, вот, но вот в тот момент времени мне нравилась в нем одна черта, значит, все его дико боялись, ну, не потому что звереныш, а потому что он был частью, там, криминальной структуры, и, в общем, там, за него могли бы всегда, там, идти на помощь, и мне нравилась его черта, когда ты садился с ним разговаривать, и первое, что он говорил, он говорит, ну, и замалкивал, то есть хвались, и люди реально, я не знаю, может быть, это какой-то гипноз был, знаешь, там, какой-то там, как бы гимнотическая индукция, там, как бам, и человек начинал рассказывать, как бы, как бы, с позиции идеального я, то есть, вот это вот, как бы, его последние достижения, о том, что он сделал, вот сейчас, вот это хвались, как бы, знаешь, хвались, чувствуешь, хвались, тебя как будто бы заставляют выдавливать из себя, как бы идеальную версию с точки зрения некого образа идеального восприятия до того момента, пока это не сработает, как бы, не произойдет какой-то матч между твоим образом хваления и какой-то аудиторией, которая почему-то, как бы, на это поведется, и это же противоестественно, если тебе нечем хвалиться, то это внутри будет реально стрёмно выглядеть, либо то, что ты, чем тебя заставляет хвалиться, для тебя это некое, как бы, ну, окей, я это делаю каждый день, то есть, как бы, ну, типа, хвались, как ты срешь, блядь, ну, ну, бывает, ну, вот так вот, а бывает, как бы, легко выходит, и тогда даже, опа, нифига, чуть не выставил, ну, как бы, что хвалиться тем, что для меня является моей, как бы, повседневностью, но ты должен себе это делать, и вот люди, когда ты чувствуешь, ты чувствуешь, где органически люди говорят, и где они хвалятся, вот чувствуешь, прям, это уши, если твои уши натренированы, а, видимо, мои натренированы, ну, что я сидел и слушал, как люди хвалятся, причем приходили бизнесмены, и ему хвались, не то, чтобы, это нужно понимать, что это в контексте, там снова какой-то смолток, и как бы, и в какой-то момент, ну, давай, хвались, типа, что пришел, как бы, вот это вот, и, и, это прям чувствуется, и когда человек, он забылся, видимо, если ты постоянно играешь в это хваление, потому что это некий способ расширения аудитории, в этом всем воронке продаж, ты иногда забываешь и веришь вот в этот вот лейтмотив своего хваления, и ты забыл, что это режим, это такой модус, я в модусе хваления, и ты, 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 ты понимаешь, это буллшит, я говорю, так, ты, ты говоришь, хваление прекрати, я наоборот сейчас, тот человек, который говорит, так, перестань хвалиться, тормози, тормози, я понял это, но сколько бы ты сейчас не хвалился, я знаю того, кто делал это лучше, ну как бы, допустим, сейчас вот объективно, если бы, допустим, я был заморочен на теме какого-нибудь там, тату, я бы, наверное, привел тебе примеры какого-нибудь, блядь, тату-мастера, который пиздец там, селебрити, он там продырявил, блин, я знаю, Snoop Dog'а, там, не знаю, Мадонну, там, еще кого-то, и ты бы мне начал бы рассказывать, хвались, хвались, и такой, слушай, блядь, ну, тормози, я знаю, вот Петю, да, вот Петя, вот он действительно, да, и ты такой, и люди почему-то так стали к этому стрёмно относиться, типа, ну и что, я говорю, подожди, так в этом же фишка хваления, да, если ты хвалишься, то ты как бы лучше, чем кто-то, тогда ты, если ты играешь в эту игру, то ты должен признавать, что есть кто-то лучше тебя, и я знаю этого человека лучше тебя, но ты сейчас, сейчас ведешь себя так, как вел бы он, но ты еще не там, это как, знаешь, ты хвалишь себя как академика, но ты далеко не академик еще, ты как бы, я волшебника только учусь, но говоришь о себе, что ты уже волшебник, да, вот здесь вот, окей, признай, что ты только учусь, и тогда мы с тобой будем нормально разговаривать, потому что я понимаю, ты хочешь этим человеком стать, и ты на этом пути, но когда ты со мной с короной уже говоришь, что я там уже, я говорю, нет, ты не там, я видел того, кто там, он ведет себя по дороге. Нет? Типа, почему ты должен тебе доказывать? Да не доказывай, как бы жизнь все рассудит. Да-да-да. Очень да, благодарю тебе за эти слова. Благодарить не надо, это не история с благодарностями. Да не, мне прям нравится. Хорошо даже стало. Да, потому что это нормально быть кем-то, кто хочет кем-то стать. Если ты хочешь стать звездой и как бы прилагаешь для этого все усилия, но это нормально. А что в этом стрематься? Почему мы думаем, что мы вылетаем из вагины матери сразу же там какими-то суперзвездами? Да нет, это тяжелый труд наверняка. Если тебе суждено стать тем, кем тебе суждено стать, то ты наверняка крови и там кучу плоти потеряешь на этом пути. И ничего стрёмного в этом нет. Но когда, но объясняю это как. Кстати, тоже есть честные люди, которые говорят, слушай, Марк, по-другому не продать. Ну типа, когда ты на ярмарке, и все кричат, что там все хвалятся, представляешь, ты идешь и там у меня самые лучшие помидоры, самые вкусные, самые сладкие. Ты думаешь, так, подожди, у меня обычные помидоры. Как продать-то? То есть как продать? И получается, что это просто долгий путь. Они же все говорят, зачем типа вот этот долгий путь? Ты уже сегодня можешь зарабатывать, сказав, что ты лучше, чем есть. А представь себе, что ты говоришь, человек, окей, я буду делать свое дело. И со временем придет момент, когда мое мастерство и придет как бы некое принятие. Либо не придет. Чувствуешь, вот это как бы такой бэт на всю жизнь. Он очень тяжелый. То есть можно заниматься чем? Очень хорошо, скрупулезно всю жизнь. И никогда не придет этого, значит, глобального пришлежа. Очень, кстати, много талантливых ребят так сидят и делают. Но, блин, если ты в какой-то момент даже, ну, не заявишь о себе, то никто о тебе не узнает. Ну, типа, можно ждать у моря погоды. Или ты не продал. Блин, я думаю, что, знаешь, вот если это подлинный талант, вот как бы подлинный талант, то даже если не кричать, то есть он же снова где-то оставляет импринтинг этого таланта на людях. Ну да. Тем более статут. Ты пришел в фитнес-центр, разделся там кто-то, чувак, извини, а где ты вот такую штуку сделал? А, ну там Петя там где-то сидит в подворотне. Типа, окей, дай там контакт или как там назову. То есть талант, вот что-то органическое, оно растет без нашего желания. То есть их людей убедили в том, что только заявляя о себе, в силу гигантского объема информации. Просто если ты, типа, у тебя есть веб-сайт, то какой-то, если ты не занимаешься там продвижением, что, согласись, тоже заинтересованный, кто тут интересантливый, там, Google, все эти там SEO-шники, там, контент-менеджеры, которые говорят тебе, нет, если у тебя, типа, но если содержание этого сайта говно, то, естественно, тебе, блядь, нужно заниматься тем, чтобы это говно на переднюю страницу поиска выдачить. А если там есть какое-то животворящее что-то, понимаешь, что вот оно прорастает само. Ты посадил семечко? Сарафан. Сарафан на радио, грубо говоря. Если семечко достаточно сильное, она прорастет. Ты посмотри примеры того, как показываю, да, когда там бетон, вот эта стандартная, там, венчурная история, когда трещина в бетоне, и такой хрупкий росток пробивает, вот это вот. Если ты вот это вот семечко, которое прорастает сквозь бетон, у тебя шансы есть, что ты просто делай то, что ты делаешь. Похуй, что они там тебе кричат. Долгий путь. Ну, на самом деле, вот на самом деле сейчас тут инстаграм у нас тут прикрыто так, это все, да, и туда-туда заходить еще, ну, все реже хочется. И я понимаю, что вот последние вот эти два года они чисто на сарафанном радио у меня идут. Типа, вот просто знакомые знакомых, знакомые знакомых. Но, видимо, создал уже какую-то свою такую, знаешь, нейросеть, где это все работает так. И, конечно, ну, действительно рад этому. Это прикольно, потому что даже если какой-то инструмент передачи отрубается, передача не заканчивается. Вот, вот задумайся, остается, вот представим себе, что выключили свет. И все эти прогревы, это, по сути, прогрев, это когда, знаешь, я тебя постоянно держу в каком-то, ну, как бы вот, я постоянно перед тобой маячу. То есть, как бы, я не даю тебе посмотреть на мир за пределами зоны моей внимания. Я везде, я, блядь, под кроватью, я, блядь, в туалете, я везде. Естественно, в какой-то момент возникают вот эти парасоциальные отношения. И я, как бы, думаю, слушай, ну, у меня тебя, как бы, в принципе, я не знаю, как хорошо, как плохо. Ты просто настолько забил мой эфир собой, что я, как бы, да, как бы отдаю тебе предпочтение. С точки зрения стратегии, молодцы. Ну, то есть, работает, наверное, хорошо, потому что есть пример того, как людям... То есть, я не здесь пытаюсь критиковать с точки зрения способа заработка. Типа, я за любой отъем денег у населения, но если выключили свет, и вот этот вот памп, вот этого перестал, то что останется после тебя? Вот, как бы, что останется после вот этого когнитивного хакинга? Если есть что-то, что-то действительно талант какой-то есть, не раскачанный вот этим бесконечным накручиванием, что, типа, носить мою татуировку — это круто. Неважно, что это. Что-то там какая-то корня, и просто круто, да? Не знаю... И кто не знает, почему, просто, как бы, знаешь, как бы ты вложился в свой бренд. Как люди, носящие там какую-то одежду, они просто, ну, это круто, я говорю, а почему? Они даже не знают историю бренда, не знают кто-то... То есть, истории zero. То есть, ты спроси вот любого, проведи эксперимент, а ты сначала прочитай хотя бы Википедию про какой-нибудь бренд. И, знаешь, такие есть, такие люди, кто-то, знаешь, вот они там часы там стряхивают, там у них там Адамар Пигетом или Роликс. В общем, какие истории этого бренда? Кто ее создал, там, почему? Почему они на руке оказались? Почему вообще? Как это произошло, что вообще кто-то когда-то? Я уверен, что с процентов... Ну, ты можешь попасть, конечно, в коллекционера, какого-нибудь энтузиаста, но это хорошо. Большинство из них говорят, ну, что это классно, там, это там... Кто-нибудь носит их, какой тебе референс приведут? И они там... Или, ну, что они стоят, там, 50-100 тысяч баксов? И, как бы, получается, что этим все объясняется. Ну, только, ну, понятно, то есть можно, ну, как бы, просто что-то подороже, как бы, попышнее, и ты будешь, как бы, хукнут. Тебе не важно, вообще, какие идеологии. Это определенный ряд людей, кто как раз-таки занимается, ну, типа, брендомания, честно, вот, потрясти деньгами. Мне кажется, что... Ну, ты бы хотел быть брендом таким, чтобы твою татуировку носить было просто, как бы, модно. Неважно, какую хребну ты там будешь бить. Ну, просто сам факт. А я считаю, что и сейчас так. Подожди, я с тобой согласен, что есть люди, которые так считают. Но если ты сейчас выйдешь и громко крикнешь на весь мир, да-да-да, то вряд ли весь мир скажет... Да. Ну, не скажет... Вот сейчас вот выйди и скажи, роликс — это хорошо. Кто-то во всем мире скажет, ну, как бы, хорошо, нехорошо, но, по крайней мере, мы слышали, что он существует, да? Да-да-да. Ты такого пока сказать о себе не можешь. Так что при всем, как бы, моем ожидании, чтобы у тебя это было, да? Там человек сто, там человек сто... Да-да-да. То есть есть какая-то среда, да? Есть среда, да. Так, чтобы глобально и масштабно нет. Так, я, кстати, не знаю, что должно произойти, кому я должен сделать татуировку. Байденов? Дохрена кому. Вообще, дохрена кому, честно сказать. Ну, да. И половина, наверное, будет это бесплатно. Знаешь, такое пробона, блин. Слушай, да, я... Мне кажется, это же вообще пипец. Ну, то есть одно дело, когда там были какие-то истории, там, кто же, по-моему, это... Как ее? Анжелина Джоли поехала там в какую-то там, куда она в Таиланд, там, к какому-то супермастеру, там, туда-сюда. Прямо они из этого сделали, блядь, опять же, историю. То есть, как бы вот это вот все. Я представляю, какое, блядь, после этого чувак, может быть, просто там долбил всю жизнь. И будто бы это у него... Вокруг него мекка появилась теперь. Все люди, блядь, со всего мира. И тут вопрос. Действительно, это все было так. Либо он каким-то образом, там, каким-то змеиустом прикатал там кого-то, чтобы Бадон или кто там... Как бы, как я только что сказал, уже забыл. Анжелина. Анжелина Джоли, да. Приехала к нему. По факту, наверное, в соседнем там шалаше, в котором чувак сидит, не хуже делает. Ну, то есть, как бы, какая-то там, блядь, магия, да. И все, и бам, и это случилось. Понимаешь, что если медиа-каverage вот на таком масштабе, где есть просто человек, который как магнит притягивает чужое внимание, и какая-то ассоциация с каким-то там сакральным опытом, с какой-то вот этой вот такой правильной соусом поданная, бам, и чувак, наверное, охранял, он обеспечен работать до конца своих дней. Так вот, у вот этих чуваков, они на самом деле работают при храме, и они не имеют правила брать деньги в целом. То есть, все тропы за донаты, и то идут именно в пользу храма. Ну, понятно, а что им еще надо? Плошку риса и с утра до вечера долбят. Все как раз таки работает идеально. То есть, по факту, если ты хочешь в эту игру сыграть, получается, что нужно плюс-минус какую-то такую же историю. Как бы не просто, что ты сделал кому-то эту року, там должна быть какая-то идеология, понимаешь? То есть, какой-то храм, понимаешь? Не просто ты классный тату-мастер, потому что у этих селебритис, там этих тату тоже, блин, попробуй сочти их все. Но сам факт, что это какой-то импринтинг, какой-то вот этой вот эзотерической темы, там какая-нибудь кабала, там, не знаю, там что-нибудь, вот какая-то вот такая история. И тогда появляется медиаповод, да, чтобы об этом люди из этого там бас-фида обратили на это внимание, да? Тут, смотри, есть еще и опасность при этом. То есть, если, например, затрагиваем там духовную эзотерическую историю, всегда же, ну, мир в любом случае делится на за и против. И если это выйдет, скажем так, за рамки, там нашей страны выйдет во всемирную историю, в глобальную, то что это за собой повлечет? И любовь, и ненависть, там, сколько, шаг? Мне кажется, появилась такая плата безопасной, AI, что если ты, как бы, знаешь себе, вот, допустим, сейчас взять, и эзотеризм, ну, весь комплекс каких-то духовных практик, любого-любого, как бы, связанного там с магическим мышлением, с религией, там, акультизмом, как бы, поставить просто вот в одну, как бы, линию, понятно, что нельзя, но мы ради эксперимента, и пропустим это через вот это генеративные сети. Как бы, вот этот промпт изначально как бы, вот в этом каком-то таком пространстве магического мышления, как и на выходе какой-то продукт цифрового плана, он как будто бы людей уравнивает, как будто бы он, знаешь, как бы, отмывает какой-то аттачмент, ну, как бы, это не то, чтобы, это AI-татуировка, знаешь, то есть, как бы, ты делегируешь идеологию некой машине, и сейчас все как-то в той или иной мере чокнуты вот на всех этих генеративных сетях, и получается, что ты узор, как бы, ну, или какой-то орнамент, созданный некой миджорни по какому-то промпту, ты себя лишь, как бы, это вот негативного флейвора не возникнет, потому что это эта штука сделала, это не то, чтобы ты, это как бы татуировка AI, ну, то есть, это как бы, это как бы по-прежнему содержит в себе какую-то атрибутику, каких-то смыслов, но напрямую тебя не делает адептом этой какой-то субкультуры, и получается, что в этот момент можно как бы, знаешь, ну, люди иногда стремаются, я согласен, что как бы проявить свою какую-то аттачмент какому-то, ну, то есть, не какому-то хорошо распространенному культу, ну, допустим, как бы, ничего стрёмного, мне сказать, что ты истинный христилин. скажем так, я думаю, я бы хотел этого, но чтобы это было, знаешь, экологично. Ну да, я про это и говорю, то получается, чтобы это было экологично, чтобы это было sustainable, это должно быть лишено радикализма. Ну да, конечно. это как бы, это намёк, это отголосок, знаешь, как бы, это как бы, легкий ветерочек. Да, да, это как бы, знаешь, в духах, в всяком парфюме, есть как бы что-то, что основной, такой как бы бьющий в нос, и есть некая аура, окружающая этот запах, как бы такой, едва уловимый лейтмотив. Едва уловимый лейтмотив там есть, а в целом, это ты как бы, сейф носить это в любых структурах, да, и где относятся к этому плохо, хорошо. Каждый увидит то, что увидит, понимаешь, кто-то увидит несколько многослойность, да, это вот когда, знаешь, ты читаешь какую-то книгу, и она написана, если хороший действительно автор, как бы, действительно написана, если она с множеством слоёв, а не просто, знаешь, когда люди читают книгу Пелевина, говорят, у него там такой смысл, Пелевинский, так, нифига себе, я так-то это не писал, но спасибо, что вы как бы эту тему увидели, да, и потом он как бы, ну да, да, это я, да, как бы мой стиль, да, вы поняли, а, ты увидел, да, я тоже люблю, ты украл чужую идею, только что сделал её своей, и как бы, ты заметил, да, ну молодец, я не думал, редко кто замечает, можно, если ты умеешь эту штуку управлять, то даже как бы, это всегда можно сделать, так вот, когда это многослойно, то люди на разных уровнях восприятия, знаком, ну, как бы, их персональных навыков, они увидят то, что увидят, если ты не знаком с эзотерикой, возможно, можно скрыть так какое-то сообщение каким-то там издоповым языком, что люди, не посвящённые в эту тему, никогда не поймут, что это такое, то есть для них это будет какой-то армамин. Красиво. А, просто красиво, эстетическое такое считывание, бам, кто-то, кто заморочен, он такой, а, я вижу там что-то у тебя нарисовано, то есть вот это, и ты уже сам, тогда ты можешь сделать камин-аут, потому что предполагается, что человек, который так или иначе коснулся этого, с ним уже можно хоть какой-то диалог вести и как-то с ним выйти на какое-то, ну, понимание, да, зачем ты это сделал. Вот, поэтому, мне кажется, здесь, если ты думаешь об этом с позиции вот такого, как бы, глобального подхода, то чем это менее радикально и многослойно, тем это более эффективно с точки зрения распространения по миру. Согласен, наверное, так оно и работает. Но, например, честно, я не, не позиционирую там себя, то, что я там провожу на сеансах, какие-то обряды там и так далее. То есть, у меня в сошелом медиа это только моя работа. Я рассказываю немножко про подход, про то, что для меня главное, немножко про смыслы, то, что на сеансах, кто остается на сеансах. И, наверное, благодаря как раз-таки вот этому работает и Сарафан, то, что, знаешь, не только красиво, а он, короче, тут мне еще и то, и то, и там вообще с дымом все было и подмозг, и свет выключился, а потом мы медитировали и вообще полный отлет. Не, ну, у тебя написано необуддизм, да, какой-то стиль, ты у тебя все равно, то есть у тебя все равно есть как бы, ты прям об этом, как я говорю, свой стиль, а богемный необуддизм, офигеть, богемный необуддизм, ну все, ты все забрал. Необуддизм богемик, да, у меня был, да, одно время был, до добавления богемик, был просто необуддизм, но его хэштег этот забрала религиозная организация из Индии, я такой, я такой, блин, не очень, в общем вот, но в этом, внутри моего стиля было, были разные направления, там, где я работал с сакральной геометрией, с океанами работал, с такими, с скульплезно вымеренными орнаментами, что-то выглядело, как, знаешь, такая богемная история, и я соединил все вот эти направления, ну и там у меня еще по дате рождения есть определенный проект, я соединил все это воедино и назвал необуддизм богемик, то есть это как раз таки про баланс такой духовной истории и материальный, то есть кто-то, знаешь, духовно-богемный мир. я даже сейчас себе представляю, что ты встречаешься с какой-то девушкой, и она такая... состояние души, а не духовно-богемного мира, дорогой мой. Не-не-не-не, она, как бы, ты, ну, просто исходя из, как бы, такого, знаешь, как бы, этикета, да, надо обращать, как это же, учат всех, типа, обрати внимание, что в девушке красиво, и ты начинаешь считывать, так уж на что... Сейчас еще не все, не на все можно обратить внимание, можно сказать, у тебя классные сиськи, сейчас ты за это можешь, как бы, секс-офендером стать, знаешь, что какой-то, типа, ну, знаешь, это все они прямо, это сексуальная объективизация женщин, я говорю, офигеть, вы не хотите этого? Я не буду. То есть можно, нельзя? Так вот, а что у тебя за татуировка? А, ну, это у меня не буддистский богемик стиль, и ты такой, то есть, как бы, я думаю, что даже, когда они это произносят, они, уже как бы, вот этот же момент, что когда ты смыслов настолько много, что это, как, знаешь, как будто бы начинает превращаться в какую-то сущность, то есть, вот ты начинаешь это, как бы, миру показывать, как бы, не потому, что это какой-то эстетический образ, а как будто бы это, знаешь, какой-то свет из тебя исходит смыслового какого-то наполнения, и тут очень важный момент, что, ну, я не знаю, я всегда так считаю, что тут, мне кажется, нужно быть очень деликатным, с точки зрения хваления, потому что, если ты хвалишься этим, перед тем, у кого, там, три класса церковно-приходской школы, то он сочетание этих слов может посчитать ругательными, ну, то есть, как бы, знаешь, вот это вот, ну, то есть, есть те, кто люди, которые оценят и не оценят, ну, как бы, если сидят какие-то чуваки, абсолютно там далекие, что ты говоришь, вот я вчера был в консерватории, слушал какую-нибудь там, там, двадцатую симфонию, там, Бетховена, вообще неинтересно, а ты такой, знаешь, вот восхищенный, там, какой-то вот, какофония звуков, там, не знаю, там, тебя хукнуло как-то, и они не оценят этого, но если раньше это было, как бы, окей, ты, ну, как бы, обломался и ушел, то сейчас у тебя есть, вы обесцениваете это, то есть, ты, ты, ты начинаешь, как бы, пытаться защитить, и в каждом идеологии, в каждом концепте, теперь, помимо сгружения, вот этого хваления, прожарок, там, или там, прогревов, все изгружает инструменты защиты, если вам кто-то начинает говорить, что вы занимаетесь херней, вот вам, что нужно сказать в ответ, то есть, сейчас даже, как бы, как бы, набор, ты получил курс, мало того, что в этом курсе программа на то, что нужно делать, чтобы научиться так же продавать курс, чтобы потом ты зарабатывал, неважно, что они там продают, идея одна и та же, согласись, то есть, это, как бы, такой мультилевел маркетинг, ты начнешь зарабатывать тогда, когда начнешь впаривать такую же историю, создать свой собственный курс, неважно, о чем это, женственность, мускулинность, умение, там, вышивать крестиком, реально зарабатывать, тогда будешь, не когда ты будешь свои каракули продавать, а тогда, когда ты сождаешь курс для своих умполумпов, получишь, вот, но, там же еще защиты элементы есть, как нужно себя вести, когда люди начинают относиться, уметь говорить нет, нет, либо, еще какой-то, я слушаю, это, ты говоришь, бред собачий, это просто чушь, я такого еще не встречал, не слышал, а вот послушай, видишь, ты другой человек, ты как бы, ну, я чувствую тебя абсолютно такой более, как бы, более, как это сказать, знаешь, такой мягкий, и как бы человек любивый, я прямо нападаю, когда вижу вот какую-то херню, и чтобы эти инструменты защиты, они как бы включились, нужно чуть-чуть, как бы, подкусывать, понимаешь, и тогда они начинают атаковать, вот это вся разговор, это обесценивание, токсичность, эта риторика, она как раз-таки такая, обижонская, то есть ты не можешь отстоять, ты считаешься этим, естественно, естественно, ты такой, дай-ка мне тебя, что-то, ну, представляешь себе, допустим, я представляю себе мой мир, мы, допустим, я пришел, допустим, на какую-нибудь тренировку, у нас бывали, знаешь, по субботам, знаешь, как бы, приезжали ребята из разных клубов, кто-то там из боксера, кто-то приезжали, там, какие-то боксеры, там, самбисты, и мы просто, вот, я не был спортсменом, как вот, маршал-арт, но в силу того, в каком мире я рос, мне это как бы было нужно, и вот ты выходишь, просто такой дружеский спарринг, и чувак, блин, чемпион мира, чемпион России по боксу, ну, блядь, ну, конечно, он тебя отмудохает, единственное, что меня спасало, я весил всегда больше, чем все, поэтому, как бы, ну, я был 120 с лишним килограмм, там, парень 75, да, он бьет, что ты так больно бьешь, ой, ты токсичный, ты зачем сюда пришел, если тебе не нравится, как я бью, делай свою домашнюю работу, сделай так, чтобы я, как бы, был, ну, не попадал в тебя, либо бей в ответ, и как бы, ну, это нормально, это, как бы, жизнь, где ты не только, как бы, отстаиваешь свои границы, просто никого не спуская, но у тебя есть, как бы, не только дефенс, но и офенс, то есть, ты в состоянии вот это сделать, а сейчас все в глухой обороне, и они тебя просто выключают, то есть, ты тренироваешься, спаррингуешься, и тебе говорят, ой, нет, ты больно бьешь, все, выключаем, я ушел, устаешься, а мы, как бы, ради этого все затеяли, так как бы, чтобы лучше стать, то есть, они даже не хотят отстаивать свою идею, потому что эта идея не их, она с ними имеет отношение весьма косвенно, начинают обижаться, начинают, вот эта позиция какая-то, и единственным инструментом защиты это, значит, обвинить тебя, что ты обесцениваешь, что ты дурак, что ты там токсичный, что ты поверхностный, что ты недоразвитый, что ты недорос, у тебя низкие какие-то вибрации, ну, какой херонит, когда я в отношении себя не слышал, я говорю, слушай, я все это понял, а теперь просто докажи, почему это классно, кто ты такой, чтобы я тебе доказал, то есть, у них вот эти все, вот как ты только этот лексикон, начинаешь слышать, ты понимаешь, что у человека нету своего нутра, понимаешь, вот как бы, ну, нету, ты готов вести себя только так, когда все тобой восхищаются, вот это твой реальный мир, где все, ааа, какой ты классный, и вот эта вот крыловская басня, она прямо сейчас актуальна очень, кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку, это интернет, и тогда ты будешь в тренде, если ты говоришь всем, что вы такие классные, ой, вы так, ты такой молодец, ой, козявочку скатал, и сделал из нее мишку, какой ты, сколько у тебя подписчиков, и все это на козявочках, ты такой классный, а представляешь себе, вот так вот, я самую большую козявку скакал, вот, из финика, смотри, какого размера козявка, ну, то есть, как бы, кого, ну, блядь, ты что, серьезно, я должен восхищаться, ну, научи меня восхищаться тогда этим, я не вижу здесь ничего восхитительного, то есть, таких, как ты, как собак нерезаных, почему ты, называя себя, там, талантом, экспертом, и еще что-то, ты от меня ожидаешь моментального сабмишина, то есть, я прихожу к тебе, и говоришь, я гений, я говорю, хорошо, я должен поверить в тебе максимально, составлять, вообще мнение, нужно, ну, человек пять отследить вообще, чтобы была форма, на которую можно было опираться, а у этого так, а у этого так, а у этого так, а у тебя так, давай дискутировать на эту тему. Все только поэтому, что когда, как бы, люди забывают, что у меня каждый день кто-то, и кто-то там, глава там, не знаю, профессор из МГУ, профессор там, кафедры психологии, личности, МГУ, блядь, и потом ты себя ставишь своей, пафосом своего говорения на его место, нет, ты не он. Я сейчас не то, чтобы восхищаюсь этим человеком, но, блядь, он там как-то, наверное, заслуженно, и по десятилетия. Соответственно, ты должен весовую категорию считывать, ну, как бы, но если ты, говоришь, как только начинаешь указывать человеку на его весовую категорию, не потому что я пытаюсь, как бы, спаразитировать на тебе, блядь, просто тебя тыкать мордочкой в санье, да, я говорю, слушай, я видел вот такого зверя, как бы, и ты сейчас говоришь, что ты этот зверь, но, либо ты зверь без когтей, там, знаешь, как мягкие лапки кошкам делают операцию, как бы, либо они у тебя еще не отросли, и у тебя молочные зубки только, как бы, вот молочные зубки, либо что-то с тобой не то, либо ты не этот зверь, ты, как бы, хочешь им быть, ты, как бы, хочешь быть тигром, но ты котенок, причем не тигренок котенок, а котенок кошка богатка. Ты же не породишься. Все, все. И, как бы, да, и, конечно, сразу, ну, отстаивай свою идею, отстаивай. Смешно, да, супер. Смешно, здорово, классно, очень наполняет, что ты говоришь, прекрасно. Я, знаешь, порой иногда забываю, что вообще люди умеют думать. Прекрасно. Сейчас алгометрическое мышление, алгометрическое, что в этом-то вся фишка, главное, об этом говорят просто люди, которые занимаются изучением мышления, да, и в этом-то фишка, что как только ты попал, как стал заложником этих алгоритмов, то, в принципе, тебе уже не особо нужно думать. Вот как бы они, вот эти шоткаты, они очень хорошо настроены. То есть, те ребята из IT, при всем моем каком-то таком скептисе, как бы, к их импринтингу человеческому, они реально гейм, они понимают, что они делают. То есть, условно, понимая, не понимают, то есть, они не знают, у них там куча blackbox, но они, по крайней мере, знают, как построить из этого продукт. И вот, когда они создают продукт, и он идеально заходит, то ты, в принципе, уже что-то делаешь, и ты не совсем должен быть там. Вот это алгометричное поведение заставляет тебя делать что-то. То есть, как бы, люди, как бы они, ну, как бы, если у них есть, как бы, способ выйти на какую-то аудиторию через Instagram, они плюс-минус начинают все делать одно и то же, так? И в какой-то момент времени делание постоянно одного и того же, это становится, уходит в дефолт. Теперь ты всегда это делаешь. То есть, ты забыл, что ты, как бы, когда-то этого не делал. И ты теперь это делаешь всегда, и считаешь, что это норма, что все должны так делать. И твое отношение к другим людям, которые этого не делают, что они какие-то мудаки. Знаешь, как бы недоразвитые, там еще какие-то. Я, кстати, замечал это за собой по отношению, там, к своим друзьям, колонки на ребятах тоже. Но потом, блин, эй, очнись, чувак. Ты это ты, они это они. Каждый занимается своим делом по-своему. И давай ты будешь заниматься своим, и что ты ледишь ко всем. Давайте все успокоимся. Да-да-да. Прикольно. Не то, чтобы, знаешь, это как бы, у меня нету, опять же, нету, мы сейчас, как бы, звучит это так, как будто бы, блядь, есть до этого дело. Мне абсолютно похуй, да? Но в силу, как бы, нашей беседы, мы как бы, какие-то проблемы, как бы, какие-то зоны, я бы не назвал, что это проблемы. Хотя неизвестно, чем это выразится в будущем. Но сам факт того, что вот в этом конкретном контексте у меня такое ощущение, что индивидуальность как раз-таки, наоборот, там пропадает. Что все становятся одинаково разными. То есть, их разность, это не аутентичность, это способ подстроиться от конкурента. То есть, а когда вдруг обнаруживается, что мне на самом деле нечем отстроиться, вместо того, чтобы принять свою разурядность, люди начинают навешивать на себя гирлянды, чтобы казаться более притягательным. Смотри, вот я сейчас уйду в тату-индустрию. Произошел определенный там бум какое-то время, все начали делать тонкие линии, цветы, пенчики. Ну, я как в этой индустрии я вижу просто, чем рынок наполнен. Чем рынок наполнен. И просто вот возьми 15 татуировщиков, они, блин, все одинаковые. Ребят, вы что прикалываете, что ли? Вот, где индивидуальность ваша? Они делают один и тот же цветок и делают одного и того же дракона. Блин, развитие – это ноль. И там я, допустим, набираю к себе мастеров, и эти 15 человек пишут, я такой, так мне даже выбрать не из кого, типа, либо личная встреча, и слушаешь амбиции, насколько человек может быть тебе полезен и как он может развиться. Да, но только эти амбиции, которые он озвучивает, его научили, как нужно продавать себя. Как нужно вести себя, как продать себя подороже. У него даже здесь заготовка может быть. Ну, если он ей пользуется, если такие алгоритмы работают в его качестве, в его линии жизни, то он может быть. Так я, конечно, насмотрелся такого всего. Поэтому у меня таких не работает. Я смотрю, вот, ты спрашиваешь про мастеров, я ищу именно артистов. Тот, кто делает что-то свое, для меня это важно. Я не хочу, чтобы мой проект был наполнен одним и тем же. Я хочу, чтобы у человека был выбор, в какую историю, в какую дверь он может зайти, и что он там может получить. Задет он ко мне, либо к моим коллегам, и он везде получит абсолютно разное. Для меня это очень важно, чтобы, знаешь, мы никак-то не пересекались, но были при этом еще схожи по какой-то философии жизни, понимании этого мира. Ну, скажем так, есть, чтобы была определенная общность. Я сам себе такой племенной чувак, и вот единицы творческие личности, они надолго у меня не задерживаются. Кто это, знаешь, например, супервыскочки и так далее. Такие тоже должны быть, здорово, они бывают, они приходят, чему-то учатся, мы чему-то учимся, но наши пути мало, рано или поздно расходятся. Вот, но в большей степени, конечно, я собираю команду именно тех, кто может друг друга поддержать, в определенный момент там чем-то помочь, подсказать, то есть, чтобы, знаешь, была какая-то определенная семейность в какой-то степени, теплые отношения. Чтобы был минимальный пауэрплей. В двух словах я рассказал, что ты хотел сказать, да? Ну да, ну в общем, как бы знаешь, когда есть структура, когда есть какая-то альфа-самец, да, и все остальные, они как бы признают эту альфовость и как бы делают то, что говорит альфа, привнося в это как бы, ну такой синергетический эффект, усиливая как бы альфу, да? Кстати, раньше мы так вообще офигеть, первый пиар, знаешь, это когда, допустим, какой-то чувак и ты вокруг него там расскажешь легенды, блин, ты знаешь, Калян там вчера пятерых отдохал вообще один. Ну знаешь, как бы вот это так, и все такие, да, и как бы уже все его начались боялись, вообще Калян никогда в жизни даже не дрался. Ну то есть, это вот вся история, да? Второй момент, когда мы, у нас такая какая-то бирюзовая какая-то, знаешь, я вообще в это не верю на самом деле, что даже вот ты посмотришь на вот эти все такие, знаешь, вот эти вот хиппи-комьюнити, где как бы у них такой, там все равно есть какой-то лидер культа, какой-то идеологический магнит, знаешь, там... Всегда будет. Я тоже размышлял на эту историю. Ну, окей, там, допустим, вот я сейчас рассматривал, какие точки бизнеса в индустрии в России сейчас могут быть. Это либо ты занимаешься полностью коммерческим проектом, уходишь из татуировки, ведешь себя как бизнесмен, набираешь себе шалопаев, ну, мастеров, и начинаешь качать рекламу в студию, в проект, раскидывая им работу. Второй вариант уйти полностью ото всех, открыть там свой кабинетик, либо там в дом уйти, не знаю, короче, заниматься что-то своим и делать поле вокруг своей работы такое загадочное, либо не делать, не важно, ну, просто уйти в себя. Либо собраться с мастерами, кто уже, там, скажем так, с тобой на уровне хорошем, у которого, у кого есть там своя запись, кто не парится и так далее, у кого есть своя идеология, и даже собравшись с такой командой, вы такие, все вроде на равных правах, но все равно, так или иначе, выскочит, вырастет один лидер, кто начнет этим все управлять, кто будет накидывать там определенные смыслы, куда мы дальше идем и так далее, потому что, иначе бы не объединили их. Я видел, знаешь, какие концепты, там, знаешь, барби-шоп, там же тату-салон, там же пирсинг, там же бар. Да. То есть, они как бы, где-то тебя с чем-то хукнут, то есть, пришел, подстричься, смотришь там, чуваки там, либо там, бухнешь. То есть, они создали контекст, в котором из тебя все равно можно выжать какую-то монету, знаешь, вот как бы, либо заразить тебя идеей, знаешь, что как бы... Каждый раз страшно там выхожу оттуда, да? Да, это все. Вот это как бы, как видно какая-то стратегия, а когда, когда ты просто, знаешь, вот набрасываешь всем, что я очень классный, и именно я должен стать, как бы, первым вашим, да, вот как бы ты сказал, что я раньше с ревностью относился, что если я ваш не первый, да, и начинают говорить, как бы, что я должен быть первым, я должен быть вашим, как бы, вообще постоянным, да, как бы, через меня, через меня. Тут вопрос, вот, можно действительно просто хвалиться, пытаясь использовать разные сентименты, как бы, играешь вот просто такая какафония, это не симфония, это просто вот набор триггеров за разные сентименты, кого-то за яйца, кого-то там за сексуальность, кого-то там за эзотерику, и такая же солянка из всего, и ты просто дергаешь за нужные правильные элементы, Либо же вот эта вот органичность, я не знаю, мне кажется, мне чувствуется вот эта органичность в людях, когда по каким-то таким незначительным моментам, вот недавно у меня был на подкасте чувак, что мне понравилось, знаешь, парень, он тоже ремесленник, но он ювелир. Я люблю вот как бы ремесленников, людей, которые что-то делают вот прям руками. Ты тоже ремесленник в моем представлении. И он говорит, Марк, я чувствовал, как ему было больно в момент, когда я, знаешь, затрагивал какие-то темы там контрафакт, ну, блядь, мне такое прошлое, что мы там что-то такое не делали. И он говорит, когда вот ему, он говорит, что мне прямо неприятно, когда кто-то приходит, говорит, слушай, а сделай гвоздь, знаешь, вот картье там. Можете сделать? И он такой, знаешь, он понимает, что в этот момент как бы пришли к нему как вот просто как абсолютно зыро. Как бы, знаешь, такой робот. Знаешь, как промп, да, вот как Мид Джорни. Она же в Мид Джорни не обижается, то, что ее просят сделать то, что ты хочешь, а не то, что она хотела бы выплевывать из этого, блядь. дискорда. И вот в этот момент чувствуется, что у человека есть внутри что-то, и как бы, например, я хочу делать то, что я хочу, и это тоже неплохо. Вот просто увидьте вот это, посмотрите на мир с позиции, что вам нравится, а не то, что нужно носить, потому что. То есть все вот эти ходят с этой хернёй, ты иногда смотришь, мужик идёт, у него там наши браслеты, там лав, там гвоздь, там, ну, не знаю, кто-то, кто более там продвинутый у них, там, не знаю, бугари, там, граф. Когда это настолько нарочитый, вот это, знаешь, вот это вот вбрасывание, там, я говорю, угомонись, вообще мне похуй. То есть угомонись, я увидел, да, я считал это, но мне абсолютно похуй. Перестань. То есть успокойся, я как бы верчу твои сигналинки, я понял, что ты хочешь сказать. Или кто-то, знаешь, на машину ключи, там, у него Bentley, там, или там Rolls, вот он крутит, крутит. Я говорю, я увидел, я увидел, засчитано, успокойся. Людям не нравится это. Я говорю, давай давай сходу, давай тогда, прежде чем мы познакомимся, в этот момент хвались. Понимаешь? Ты сразу же вбрасываешь, чем хвалиться. Я из всего многообразия, чем ты хвалишься. Говорю, так, вот это как бы в мусор, в мусор, в мусор. Вот это для меня имеет значение. Поехали. И вот получается, что мы как бы вот так теперь живем. А что если как бы то, что мне действительно в тебе интересно, ты не показываешь, потому что ты сам почему-то считаешь, что это неинтересно. Ну, то есть важно вот этим похвалиться, вот этим похвалиться, вот этим. И все из этого мне абсолютно неинтересно. Но я убежден, что в тебе есть что-то, что абсолютно классно. А это уже твоя работа. Нет, естественно, моя работа. Давай копай. Копай. Нет. Я просто нащупаю что-то там, вот в этой темноте. Но дай мне пощупать. Не выставляй передо мной заграды вот из этого как бы попытки себя как бы защитить от, знаешь, от какого-то критики. Я буду критиковать. Не потому, что я какое-то хуйло, а потому, что как бы в этот момент мы находим какие-то... То есть что-то ты... Может быть, что-то увидишь, что будет как бы дверью куда-то. То есть... Скорее. Давай. К часу. Я думаю, может. Через 20. Все, давай уже. Почему выходной день тратишь время? Да нет. Я просто на неделю приболел и запись перенес на сегодня. А-а. Поэтому я потом... Если тебе надо идти, то как бы ты, пожалуйста, сигнализируй. Я, знаешь, ты же понимаешь, что мне как бы делать нехер. Я могу чем-нибудь говорить. Ну, я думаю, что... Минут 15, я думаю, что у нас еще без проблем есть. Слушай, ну а вот как вот отношения у тебя с девушкой? Мне просто любопытно. То есть как бы я так понимаю, глядя на твой инстаграм, она по факту у тебя еще и модель. Ну, то есть как бы это такой как бы способ как бы заявить о себе как бы в какой-то мере в этом таком интимном союзе. Я не скажу, что модель, она красивая. Она прекрасная. Нет, модель, ты не услышал. Не модель, модель, а именно ты показываешь свою работу на ней. В этом плане, да. Я думаю, что мы с ней вообще создаем определенные тренды. То, что мы делаем ей. Потом люди очень сильно хотят. Блин, это нереально. Это очень круто. Ты хочу так же, хочу так же, хочу так же. В татуировке есть единственный момент. То, что, ну, еще про внутреннее состояние. Но ты не можешь сделать так же. Во-первых, потому что ты сделал это своей любимой так. Если даже, если это какое-то повторение там дизайна, ну, в татуировке это странно. То есть это неправильно. То есть ювелирки ты можешь сделать, знаешь, одного дизайна миллион штук. В татуировке у тебя каждая татуировка, она новая. Она новая. И ты каждый раз генерируешь, перерабатываешь, перерабатываешь, чтобы люди все-таки были... То есть ты даешь себе катализироваться человеком, чтобы создать что-то специально для него. А как ты это чувствуешь? Как вот выглядит эта эмпатическая мышца? Пришла к тебе девушка. Она была как бы... Источник ее inspiration, вдохновение была, допустим, твоя жена или как-то правильно. Вот. И она пришла и говорит, я хочу так же. Ты говоришь, так-так-так, погоди. Так же не получится, потому что, как бы, ну, это все такое очень индивидуально. И ты начинаешь, как бы, что, пропитываться ей, чтобы, как бы, что-то для нее сделать? То есть вот, как бы, каков режим считывания индивидуальности? Куда ты попадаешь? Скорее всего, это разговор с ней вообще, то, что ей нравится. То есть мы поняли образ. То есть примерно представление, как она бы себе представила это на себе. И я начинаю копать туда, что ей нравится, какие элементы ей нравятся, какие формы ей нравятся. И исходя уже из этого, я собираю определенный дизайн, определенную форму, которая строится похожим образом. Но это абсолютно две разные вещи. Я понял. Ты же, знаешь, любопытно. Знаешь, это как бы секс-сейл. Помнишь, было? Это были какие-то 70-е, да? Ну, то есть вот эта вот история секс-сейл, когда использование сексуализации для продажи, там, чего-то. И потекла у нее капелька, там, по сиськам. И сейчас я смотрю, как это, знаешь, начинает воплощаться на индивидуальном уровне. Когда, допустим, девушка-пианистка, но она, блядь, либо топ-лис, либо в каком-то очень сексуальном купальнике играет, там, симфонию, там, Бетховена. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Еще главное, чтобы потряслось все нужно. Или гитарист мне нравится. Рок-та-да-да-да-да. И она тоже все у него. Это у Манежкина, да? Там у них бас-гитаристка-фигач. Ну, в общем, и это сейчас стало прямо как бы неким таким, ну, как бы способом. То есть к моему искусству и к моему любви к музыке мне нужно включить режим, как бы слой какой-то, налет сексуальности добавить. Для того, чтобы те люди, которые не хукнут на музыку, но хукают на сиськи, они как бы получат в этом моменте. Вот даже вот сейчас. Я посмотрел все равно какой-то элемент такого сексуального флера в фотографиях, которые ты выставляешь в Инстаграм, есть. То есть, кстати, вот как вот это вот. Ну, то есть я сейчас очень плохой, наверное, вопрос задам. Блядь, ну, я просто ничтожество. Ну, вот смотри, вот ты все равно понимаешь, что как бы это твоя женщина. Да. Я не знаю, как правильно. И есть явное такого сексуального контекста фотографии. Хотя вы демонстрируете, конечно, твой продукт, но это там ее попа. И на это смотрят другие мужчины. Ну, как бы есть разные мужчины. Знаешь, что там сидит? Там дрочит. И как бы вот, ну, не знаю. Ну, я, может быть, у меня не было никогда отношений длительных. Смотри, 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 смотри. Но мне бы было стремно. Ну, как бы, какой-то такой клинч внутрь, блядь. Знаешь, наверное, здесь тоже включается какая-то определенная история. Я безумно люблю свою жену. И, наверное, это все-таки устраивается на определенном доверии, взаимодоверии. Я сейчас не про то, что нарушает доверие. Это не исключает тот факт, что какой-нибудь мудила в этот самый момент дрочит на твою жену. Ну, это его проблема. Все-таки это понятно. Это тебе просто как... Я понимаю, что это его проблема. Но вопрос в том, что тебе в этот момент ты как бы об этом стараешься не думать. Либо как бы что? Знаешь, это такая форма ментального, блядь, как бы... Знаешь, я даже... У меня даже мысли такое не проскакивают. То есть я тебе сейчас вирусом какой-то хернёй... Возможно, когда я был... Да. Возможно, когда я был моложе, меня это цепляло такое. В смысле, как ты могла это выставить? Не-не, не как ты могла. Это не то. Я сейчас не об этом. Это вопрос в том, что... Сейчас это как бы окей. Не-не, мне нравится то, что она делает. Я считаю, что это определенный тоже вид искусства, самовыражения. И это красиво. Но, опять же, везде есть граница. То есть никто там голый не бегает. Можно он-лифанчик завести, да? Я вот сейчас просто... Это же прикольно, когда действительно... Я, кстати, много раз слышал про этот сайт, но не знаю, про что это. Про что это, скажи, пожалуйста. Ну, это, знаешь, это... Как тебе это сказать? Это, кстати, большая потеря для меня, он-лифанс. Я тебе честно скажу, знаешь, в чём? У меня, значит, ну, то есть, моё отношение с... Это как ВКонтакте? С секс-работницей? Нет, ну, это как бы место, где ты можешь за paywall перенести как бы демонстрацию чего-то. То есть, какого-то формы, какого-то перформанса, да? Я понял. И там есть элемент взаимодействия с аудиторией. Арт-площадка, короче, да? Ну, типа, да. И когда, заигрывая с тобой, я могу, допустим, ты меня что-то просишь сделать тебе. Допустим, там одна тёлочка, которая там миллионы долларов зарабатывает. Она, например, тебя уменьшает и потом, знаешь, сексуально тебя ест. Ам? Как бы, знаешь... Прикольно. Ну, то есть, ну, там... Кто-то от себя долбит дылда, кто-то дрочит там мужчины и женщины. В общем, там сексуальный контекст есть, но это за спиной. И там есть какой-то вот этот, в основном, пауэрплей, динамика, когда у тебя общение. Как-то секс по телефону, только теперь на большую аудиторию. Так вот, смотри. В момент того, что... Ну, с человечком прикольно, это круто. Да, это круто. Либо в кармашек она... Это действительно круто. Ну, ну, блядь, извини меня, там миллионы уже. То есть там max level. В общем, смысл в том, что... Как бы... Представь себе, что раньше, ну, как бы, когда были девушки... Ну, секс-работницы, да? И они были замечательные в том плане, что как бы... Не то чтобы, знаешь, какая-то там бестолочь совсем, которая ничего не нашла делать, какая-то там вязаная жаба. А вот это просто, ну, работа-работа. И как бы... И они были... Цена была адекватная. Скажем так. То сейчас в этом нет никакого смысла. То есть абсолютно no make sense. То есть то, что сейчас стоит 5K, раньше, как бы, ну... Не стоилось только. Сейчас те, кто стоили тогда 5K, учитывая то, что они могут в этом only funds или просто демонстрируя свои прелести абсолютно дома в safe environment и зарабатывать там сотни тысяч долларов, как бы, они просто не понимают, нафига мне нужно. То есть зачем мне это надо, да? Соответственно, с поля ушло много тех, кто, как бы, раньше был доступен. Сейчас либо ты платишь, как бы, triple price, да? Как бы, потому что, типа, должно быть достаточное основание продолжать этим заниматься. Так вот, как бы, вот этого идея использования сексуального, как бы, подтекста в продаже своих продуктов, как бы, она стала достаточно часто использоваться. И здесь любопытно, когда вроде бы психолог, или там, не знаю, кто-то, но фотографии обязательно должны быть сиськи или еще что-то. То есть я понимаю, что это способ воплощения, некая возможность раскрепоститься, принять себя, но это все, ребята, развод. Ну, согласись. У тебя есть желание взять вот сейчас фотографию, блядь, где ты там в обтягивающих трусах, там, не знаю, там, разместить? Прямо вот это мое воплощение, блядь. Я хочу. Ну, согласись, странно. Должно же быть еще красиво. Я понимаю, что это красиво. Вопрос в том, что ты хочешь, чтобы у меня привстало, когда девушка... Ты это хочешь. Ты не хочешь, я хочу сказать, о своей свободе, о своей аутентичности. Ты хочешь мои eyeballs поместить в нужное место, чтобы я на тебя подписался. И как бы захватить талантом, эрудицией, гениальностью куда сложнее, чем если у тебя классные сиськи. Ну, да. Наверное, да. Поэтому, когда мы идем в бой, то все средства хороши. Я буду тебе только что с книжкой Толстого, и тут же в соседней комнате я с той же самой книжкой, но в ванной с пеней, и чуть-чуть сосочки у меня всплывают, но я по-прежнему читаю Толстого. Но тут уже нет доверия. Понимаешь, да? Согласись, что это не совсем высосано из пальца. У меня как бы тут немножечко вопросов возникли. Я понимаю, что это, опять же, вот эта вот прожарка там, или что там они делают, на всю как можно больше зацепить аудиторию. Но ты должна выбирать. Ну, как бы вот представь себе, что ты вот был творческой проституткой. И ты бы все стили бы использовал. Ну, понятно. Наверное, со своей стороны, да, я презентую, возможно, да, с каким-то сексуальным подтекстом. Наверное, это как раз таки, если это считывается, значит, это и есть то, что я предлагаю, то есть стать таким. То есть вот подчеркнуть, возможно, ту как раз таки нотку. Это мой визжен, это моя жизнь. Я вижу вот таким образом. И если ты это видишь, считываешь, то это очень здорово, значит, информация дошла. Я это вижу. Тут вопрос моего субъективного восприятия. И действительно ли, является ли вот это вот как бы компонент, который активирует сексуально. То есть, допустим, пришла к тебе девушка, которая изначально была окей. То есть через это она получает дополнительный... И действительно это так. Я не знаю, что это за херня. Но, опять же, очень грубо позвучит с точки зрения сексизма. Но как будто бы вот есть как бы коэффициент такого... Знаешь, есть такое... Если женщину представить в виде какого-то эквалайзера, есть там вот одна графа, там, блядство. Причем в хорошем смысле этого слова, это когда не проституция. Ну, как бы ты чувствуешь разницу между блядством и проституцией, да? То есть блядство — это для себя, для удовлетворения себя. И вот это вот как бы, когда ты понимаешь, что это как бы мейтинг стратеджи. И как бы девушка, как бы вот она хочет, чтобы на нее, как бы ее воспринимали, как бы ее как раз таки сексуально объективизировали. Потому что иначе я не вижу в этом смысла. То есть ты подаешь мне сигналы, что я как бы готова к мейтингу. Там, как бы ищешь мейтинг-партнерс и максимизируешь себя в мейтинг-поле, чтобы из других самок ты стала выделяться больше. То есть активизируя индивидуальность, там, сексуальность, интеллектуальность. Я не знаю, что угодно. Я типа разговариваю с девушкой, я говорю, ты знаешь, я специально занимаюсь повышением своего... Я говорю, зачем тебе это надо? Все так хорошо. Ну, чтобы попасть в те круги, где это будет... Я говорю, все понятно. Все разговор, на самом деле, об одном и том же. И в этом нет ничего такого, знаешь. Но тогда как бы ты должна быть готова, что если ты посылаешь этот сигнал, то на этот сигнал будут реагировать разные люди. В этот самый момент, когда ты контейнер всего, доброты, интеллектуальности, там, не знаю, чего-то, там, страсти к чему-то и по-прежнему, и сексуальности, я увидел через этот триггер то, что меня интересует как самца. Мне вообще похуй, что у тебя в голове, я тебя выебать хочу. Учка этому готова. То есть как бы иногда бывает и такое. То есть ты мне... Или я все должен брать в наборе. Нет! Это продается в наборе. То есть я должен весь это говно сначала выслушать, потом сколько-то за тобой ухаживать. Я говорю, слушай, ну понятно. Тогда, блин, слушай, вот это маскируй в следующий раз, идя туда. Потому что там есть такое количество людей, которых не интересует, что ты думаешь о квантовой физике. Мужчина, срать твое мнение. Если я хочу послушать мнение про квантовую физику, я пойду тому, кто 40 лет посучил изучению квантовой физики. Вот его мнение, мне важно. А то, что ты думаешь, мне вообще похуй. Мне важно, как этот объект можно... Я, честно скажу, сам по концу стал эксперимент. Расположите. Значит, вот по поводу Датайрова. Значит, был какой-то момент, какая-то наша сексуальная связь. Как бы вот, мы писали себе такая, как бы, попа на переднем плане двигается, и вот там прям вот по поясничке идут римскими цифрами что-то написанное. Цифры, буквы, как правильно выразить. И у меня в этот момент то есть такое механическое. Слушай, а что это такое? А, это день рождения моей бабушки. Ага. Ну, понимаешь, как бы... Ну, без чур, понимаешь? То есть, как бы, в этот самый момент я как будто бы уже бабушку ее выебал. Понимаешь? То есть, как бы, я не знаю, что происходит в этот момент. Или плиту. Ну, да. Ну, то есть, вот это все, как ты знаешь, вот так вот. И ты понимаешь, что в этот момент ты взаимодействуешь с этим миром, да? Это твоя... Тут еще, Если мы говорим про секс, мне кажется, тут еще, опять же, отношение к этому какое-то определенное должно быть. У меня, например, к этому определенные отношения. То есть это про любовь, заниматься любовью, делиться. Ну да, ну да. Ну а другом быть не может. Сейчас бы ты сказал, другая жена бы тебе там сковородкой по башке дала. У каждого своя жизнь. Если у тебя жена, и ты действительно ее любишь, и это действительно твоя половинка, ну конечно, у вас именно об этом будет все. Хотя в какой-то момент, спустя 20 лет, если будет по-прежнему, я реально пожму тебе руку и скажу, красавчик, как ты это сделал. Извини меня, все равно, что бы ни было. Пока все удивляются, но здорово, да. Инфляция все равно есть. Нет, ну вопрос этого, у каждого свое отношение. В этом-то вся фишка, что когда ты что-то делаешь, как бы ты должен всегда понимать, что есть определенное количество людей, которые с этим будут взаимодействовать, и у них будет свое отношение, свой perception. Нужно думать, что это работает одинаково со всеми. И вот месседж только один, что люди живут в мире, и они думают, что их алгоритмы идеально работают во всех 100% случаев. Нет! Ты думала, на Петю сработало, на Васю сработало, на Колью сработало, на меня этот алгоритм не срабатывает. И ты от меня требуешь, чтобы он тоже срабатывал. Я говорю, нет, он не будет срабатывать. Он будет срабатывать ровно так, как он... Мы просто не встречаемся, Жен. Ну да, то есть ты здесь зритель, и дальше больше не заходит. Но, возможно, ты расскажешь об этом кому-то. Ну, просто под своим соусом, а то, ну, давай, посмотрю, зашел, и такой, о, ничего, а ты знал, что там так? Да, нет, когда это на что-то новое, это окей. Но просто вопрос в том, что люди идут вот с этим фасадом ожидания, что этот алгоритм сработает. То есть как бы вот они приходят, ожидают, что они... Ты должен получить именно такое. То есть я должен через вот эту тату подключить все слои твоей интеллектуализации вокруг этого, что на самом деле я должен был в тебе увидеть глубоко просветленного человека с отношением к любви, каких-то тонких материй. Я говорю, это сходу не разглядеть. Ты должен дисклеймер делать каждому своему... Знаешь, какие желтенькие листочки так бы как бы подпишет? Так, что там? А-а-а, это об этом. А-а-а-а. Я сходу могу этого не увидеть, если я не вижу вот этих... У меня нету в системе моего считывания сигналов какого-то четко... Ну, то есть если у кого-то там Беркана, то это как бы... Это не Баленциага, это Беркана. То есть вы как бы... Что вы хотите... Что вы мне хотите сказать? То есть то, что у вас шрифт совпал? Как удивительно. Ну, надо же. Ну, то есть вот... Короче, не знаю. Это, конечно, болезнь, да? Потому что мне, видимо, нехер делать в моей жизни. Я, знаешь, слишком много думал на том, что не нужно. Дорогой мой, я думаю, что мне пора заканчивать. Все, давай. Да, готовиться к сеансу. Давай, готовься. Главное, чтобы у тебя сегодня после нашего разговора рука не дрогнула. Не-не-не, у меня все супер. Действительно, очень круто, прикольно. Потому что, знаешь, я живу свою жизнь в своих сеансах, дом, работа. И с людьми практически, может быть, и не общаюсь толком. И очень круто, такие вросы. Здорово. Было действительно очень интересно поговорить, поднять какие-то темы определенные. Классно. Я супер доволен. Шикарно. Спасибо тебе большое. Шалость удалась. Знаешь, как это... Конечно, да. Да-да-да. То есть я вообще без определенного какого-то ожидания здесь сюда заходил. И супер. Благодарю тебе. Успехов. Давай, пока. Да. Привет Нью-Йорку.